О потребностях, реальных и мнимых, и об отношении к болезни. Не могли бы мы поговорить о том, как различить ограничения, созданные нашим умом, от ограничений, накладываемых самой жизнью, а также о потребностях, воображаемых и реальных. Истинных потребностей не так уж и много. Они связаны с выживанием тела. Воздух, свет, продукты питания, жилище, одежда, тепло, в зависимости от климата и месте вашего проживания. Вода. Вот истинные потребности. Все, что сверх, скорее всего, не является истинными потребностями. А не что-то другое. Также вкратце об ограничениях. Если я говорю, я собираюсь участвовать в следующих Олимпийских играх, потому что хочу выиграть золотую медаль в беге на стометровке, а моем отвечает – нет. Это реальное ограничение или воображаемое мною? Конечно, это реальное ограничение. Или еще. Слоган современных особо энергичных людей. Если ты действительно хочешь, ты сделаешь это. Но я вам скажу – нет. В приведенных примерах легко увидеть, что это действительное ограничение. В других случаях сложнее отличить реальное «я не могу» от «я думаю, что не могу», потому что мое мышление обусловлено отсутствием веры в себя, потому что мне кажется, что у меня не хватит сил и тому подобное. Внимательно всматривайтесь в свою жизнь, чтобы суметь распознать. Мой ответ был бы интереснее, если бы вы соотнесли свой вопрос с какой-нибудь конкретной ситуацией из вашей жизни. В свое время я перенесла болезнь, которая наложила отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь. Иногда я прихожу в замешательство от того, что происходит со мной. Телесную болезнь или неврологическую? И вы обнаруживаете в своем уме нечто, что связано с ней. Да, иногда я много думаю о том, что случилось, о тех ограничениях, которые она мне причиняет. Она подмешивается ко всему, что я воспринимаю. Я начинаю переживать. Потом замечаю и отдергиваю себя, что не следует так реагировать. Но это не помогает. Наиболее действенным подходом в отношении болезни является принятие всего таким, как есть. Принятие того, что вы воспринимаете в настоящем. Между прочим, всегда есть только настоящее, если вы обратите внимание. Некоторые понимают это, как принять свою болезнь. Нет. Понятие болезнь – это концепция, созданная умом. Реальность же болезни – это то, что вы действительно переживаете в настоящем. И это реальность. Если вы концентрируетесь на концепции, она будет процветать. Ментальный образ болезни или образ «я больной, я страдаю от этой болезни», будет разрастаться. И тем больше, чем больше вы фокусируетесь на нем. Когда я говорю «примите то, что есть», некоторые неверно понимают и полагают, что им следует принять свою болезнь. Вовсе нет. Не надо принимать болезнь, потому что идея болезни – всего лишь идея порождения ума. Болезни нет. Есть то, что вы переживаете в настоящий момент. И это реальность болезни. Даже если доктор говорит «это называется так-то и так-то, и это нехорошо», все равно реальность болезни – это настоящий момент. И это то, что следует целиком принять. Это то, что есть. Может случиться, что не останется ничего, кроме дискомфорта. Боль, различные формы дисфункции, слабость. И в этом вам придется быть. Вы будете искать традиционные или альтернативные формы лечения. Я не берусь рекомендовать, что вам подойдет, а что нет. Главное – не создавайте ментальный образ болезни. Отстраняйтесь от него всеми силами. Сконцентрируйтесь на этом. Пребывайте в настоящем, в том, что есть. Будьте с тем, что вы чувствуете. Будьте с тем, как вы воспринимаете себя. Кто я есть за пределами личности. Таким образом, позвольте вызову жизни в форме болезни глубже втолкнуть вас в настоящее. О сексуальности и других инстинктивных импульсах. Мой вопрос будет о сексуальности. О, так сказать, инстинктивном импульсе. Например, когда я наблюдаю за девушкой, бегущей трусцой. Иногда вижу, что она красива не только внешне, но и внутренне. Как сохранять равновесие и не скатываться в низкие игры? Но вы понимаете. Спасибо. Возможно, вы слышали о тантра-йоге. Ее суть – вносить осознанность в то, что обычно происходит бессознательно. Например, в сексуальность. Я бы включил сюда и прием пищи. Не знаю, наблюдали ли вы, как некоторые люди, начиная есть, становятся практически бессознательными. А когда заканчивают еду, сознание к ним возвращается. Они как бы просыпаются от временного забытия. Традиционно тантры используются, чтобы внести осознанность в сексуальные отношения. Сексуальные отношения возникают уже в момент, когда вы только начинаете следить вниманием, как девушка бежит трусцой. Тантра учит не превращать происходящее в настоящем в средство для достижения чего-то следующего. Например, финальной стадии сближения мужчины и женщины. То есть оргазма. Секс начинается с осмотрения. Примите этот момент и наслаждайтесь им таким, каков он есть. Нет ничего плохого в том, что телесный ум влечется к объекту. Вы отслеживаете, как возникает импульс. Если вы не осознаете, то начинайте спонтанно реагировать и теряйте себя. Если же вы знаете, что происходит, вы позволяете себе испытывать влечение. Вы смотрите и получаете удовольствие от смотрения. Нет нужды следовать дальше. Мне самому приятно смотреть на людей. На женщин, на мужчин – несу дело. Я наслаждаюсь человеческой формой. Иногда я люблю посидеть в кафе где-нибудь в уголке и просто наблюдать, как люди приходят и уходят. Пожилые, молодые, красивые и не очень. Все они внутренне прекрасны. Но внешне – бесконечное разнообразие форм. Приятно смотреть, если вы ничего не хотите. Проблемы появляются, когда влечение превращается в желание. Вот внимание непроизвольно повернулось в ту сторону. Проходит время, и вы осознаете, что внимание повернулось туда. Существует духовная традиция, накладывающая суровый запрет. Вы не должны смотреть на женщин. Если заметили, что смотрите, переведите внимание в другую сторону. Но отрицание влечения на деле только интенсифицирует бессознательное желание смотреть. В одном буддистском монастыре я наблюдал, как женщина хотела передать монаху ручку, но тот воспротивился. «Извините, я не могу взять ее из ваших рук. Положите на стол. И тогда я смогу взять. Мне непозволительно ничего брать у женщин». Это пример того, как великая мощь сексуальности с давних пор пугает людей. Они боятся потерять контроль над собой. Через предмет может передаться энергетический импульс. Кто знает, что произойдет дальше, если я возьму ручку в женщины. Итак, получайте удовольствие, пребывая в самодостаточности настоящего момента. Не обязательно достигать конечного результата, в том числе, когда вещь идет и о различного рода сексуальном притяжении. Если в обычную жизнь вы уже привнесли навык пребывания в настоящем, вы можете практиковать это и здесь, в сфере сексуальности. Наслаждайтесь феноменом, который возникает сейчас, так и есть, вместо того, чтобы делать из него желание, нацеленное на достижение чего-то большего, чего-то в будущем. Наблюдайте импульс. Если вы потеряете себя в нем, через какое-то время вы очнетесь и увидите себя бегущим за объектом своего влечения. Я вспоминаю, как в Англии много лет тому назад у меня был друг, у которого неожиданно возник активный интерес к духовности. И он стал задавать очень глубокие вопросы. Мы сидели в парке, в кафе, и разговаривали о каком-то учении. Пару раз я заметил, что, слушая, мы обсуждали один жизненно важный вопрос, он вниманием смотрел куда-то еще. Что происходит? Почему он перестал слушать? Я оглянулся и увидел сидящую позади меня женщину. Духовность была очень важна для моего друга. Но внедрилось нечто, обладавшее в то время для него большей силой. Возникло влечение. Я указал ему на это. Было похоже, будто человек проснулся ото сна, от полной потери себя. Через какое-то время все повторилось снова, но он уже мог осознавать это притяжение. Если вы осознаете притяжение, вы уже не есть это притяжение. Вы не схвачены им. Влечение – часть физической природы. Если вы не осознаете, вы становитесь влечением, превращаетесь в него. Оно начинает диктовать, что вы будете делать дальше. Побежите за или постарайтесь оказаться поближе или потеряйте себя в фантазиях на полчаса. Многое может произойти, если вы превратитесь в вовлечение. Оно порождает мысли и действия. Итак, либо вы становитесь притяжением, в которое целиком погружаетесь, либо вы остаетесь воспринимающим, тем, кто наблюдает, кто знает, что происходит. И если вы осознающий, вы позволяете себе или своему физическому организму переживать то, что происходит в настоящем, без потери себя в этом. Своего рода духовная практика. Я рекомендую, когда вы идете в места, где, вероятно, встреча с красивыми девушками, не знаю, где это может быть, на пляже и тому подобное, практикуйте. Сядьте и позвольте вашему вниманию притягиваться. Удивительная практика. Женщины, разумеется, могут все то же самое проделывать в отношении мужчин или в отношении других женщин, не имея значения. Важно, можете ли вы сохранять осознанность в том, что происходит, или вы теряете себя вовлечении. В качестве практики просто пребывайте в сейчас. Воспринимайте пространство в импульсе притяжения. Не стремитесь что-либо менять. Если вы подавляете вовлечение, не думаю, что это так уж хорошо у вас получится. Можно сказать себе, я не должен смотреть. Но поскольку это проистекает изнутри, оно будет сильнее. Осознанность придаст переживанию глубину. Вовлечение не станет навязчивым. У вас появляется выбор. Будучи сознательным, вы можете отказаться от действия. Или же, если вы ищете встречи, вы можете подойти и сказать. И сказать, не знаю, что вы скажете. Ничего не приходит в голову. Никогда не делал этого. Вот это вопрос, что сказать. Я не знаю. Но вы можете оказаться более находчивым, чем я. В любом случае, оставайтесь в осознанности в том, что происходит. Например, можно есть с аппетитом, если вам действительно хочется есть. Но некоторые испытывают влечение к еде в количестве, превышающем потребности тела. Если вы замечаете, что захотели есть, зная, что вы уже поели час назад, вы либо наблюдаете за своим желанием, либо целиком становитесь им и пробуждаетесь, когда уже берете бутерброд из холодильника. Неожиданно вы осознаете, что жуете бутерброд. А люди рассказывали мне, что подобное происходило с ними. Они вдруг обнаруживали в руках бутерброд и не могли припомнить, как ходили к холодильнику. Совершенно бессознательное действие. Подобное с влечением к алкоголю, наркотикам. В руках выпивка, но как она попала к ним в руки? Автоматическое действие. Бессознательное. Некоторые испытывают излишнее влечение к другим вещам. Можете ли вы оставаться наблюдателем за этим влечением? Так приходит освобождение. Вы можете выбирать. Да, я выбираю съесть еще один бутерброд. Или я выбираю пойти за этой женщиной и посмотреть, что произойдет. Или я выбираю выпить еще стаканчик. Или я выбираю закурить сигарету. Вы можете наблюдать за импульсом, изучать, что вы чувствуете. О, как интересно! Или чувствуем голода. Хочется пищи, которую ваше тело на деле не хочет, не нуждается в ней. Пристрастие к еде. Что в действительности чувствует тело? Где зарождается импульс? Наблюдайте за ним. Или захотелось закурить. Можете ли вы заметить, как возникает этот импульс? Чем больше вы практикуете быть в настоящем, тем легче это будет получаться. В противном случае импульс останется бессознательным. Случается, что начальное желание вскоре ослабевает в процессе наблюдения за ним. Одна-две минуты, и вы уже не идете к холодильнику. Не бежите за девушкой. Достаточно сказать «О, какая она красивая!» и позволить этому быть, как если бы вы смотрели на прелестный цветок. Замечательно! Итак, пребывайте в настоящем. Не превращайтесь в реакцию, в импульс, в увлечение. Будьте пространством для них. Сделайте из этого духовную практику. Не думайте, что у вас нет прогресса в духовности, раз вы все еще испытываете увлечение. И это не так. Духовное продвижение означает, что у вас получается быть свидетелем происходящего. Это все. Ваша обычная жизнь – обильная возможность для практики. Я уверен в этом. Обнаружьте, что вы можете быть свободными даже тогда, когда возникает влечение. Не нужно терять себя в нем. У меня был один учитель в связи с данной темой. Это мой отец. Он ушел из жизни два года назад. Я любил его. Ему было 90 лет, и всю свою жизнь он переживал то же самое, что вы описали в своем вопросе. Когда он видел красивую женщину, он был готов потерять себя. Внимание целиком приковывалось к ней. Его поведение становилось непредсказуемым. Будучи ребенком, я часто слышал, как мать жаловалась на отца. Из-за своей особенности он был хорошо известен в наших окрестностях. Женщины часто указывали на него своим друзьям. Смотри, вон этот идет. Позднее он осознал, что вдобавок к сильному сексуальному увлечению у него была одна психологическая зависимость, потребность в женском внимании. Он рассказывал, что был седьмым ребенком в католической семье. Седьмой ребенок. Мать, сестры, все устали от обилия детей. О, только не еще один. Поэтому он почти не получал внимания от матери. Она была истощена. От старших сестер он тоже не получал достаточного внимания. И в ответ он также не обращал на них внимания. Жил своей самостоятельной жизнью. Он жаждал любви матери и не имел ее. И всю последующую жизнь он искал женского внимания. Он был готов на все. Иногда это обретало формы соблазнения женщин. Любовные приключения не становились отношениями. После успеха он часто испытывал злобу. Его чувства к женщине были амбивалентными. Влечение и злость. Потому что первичная женщина не дала ему в свое время то, в чем он так сильно нуждался. Мне довелось многое узнать о бессознательном поведении людей. В каких-то сферах жизни они проявляют себя как вполне разумные, но в некоторых ситуациях становятся совершенно бессознательными. Это интересное явление вы можете проследить и на себе. Даже когда у вас уже достаточно осилен навык пребывать в настоящем, существует одна или две области вашей жизни, неважно что, возможно, особого рода отношений, где вы опрокидываетесь назад в бессознательное, во власть старых стереотипов поведения. У одних это сексуальность, у других деньги. В ранний период жизни они психологически переживали недостаток в деньгах. Что в это ни было, главное, что когда возникает объект, вы утрачиваете осознанность. Вот вы ведете себя как абсолютно сознательное существо, неожиданно звонок. Вы снимаете трубку, голос на другом конце. И это ваш консультант по инвестициям. У меня есть новости для вас. И вы кардинально меняетесь. Что случилось? Тревога в голосе и все такое. Вы проваливаетесь в бессознательность, хотя до этого были целиком настоящим. Если вы не замечаете за собой сами, как в некоторых ситуациях, становитесь бессознательными, возможно, другие могут указать вам на это. Прислушайтесь к ним. Если десять человек скажут «Да, это так», возможно, они правы. Станьте пробужденно внимательными к подобным ситуациям. Оставайтесь в настоящем как свидетель. Не теряйте себя. В тело боли Наша сегодняшняя тема – взаимоотношения и здоровье. Мы попробуем посмотреть на нее с точки зрения книги «Сила настоящего». Экхар Толи является автором книги «Сила настоящего», и мы попросим его рассказать, как использовать книгу в такой практически важной сфере, как взаимоотношения, здоровье и страдания. Такова тема. Вы автор этой замечательной книги, тысячи людей уже прочли ее, и тысячи зрителей сейчас смотрят нашу беседу. Вы, так сказать, гуру для широких масс. Мне нравится аналогия с окном, сквозь которое на нас сияет свет. Да, но люди приходят не для того, чтобы посмотреть на меня. Они приходят, чтобы встретиться с тем, что проявляется посредством меня. Судьба всего на Земле проходить через процесс трансформации, становиться еще чуть-чуть прозрачнее для светосознания. Люди приходят, чтобы более полно побыть собой, взаимоотношения являются источником и удовольствия, и страдания. Многие знают на собственном опыте, как легко отношения из удовольствия превращаются в страдания. За несколько секунд любовь может обернуться ненавистью. Естественно спросить, почему так много конфликтов в отношениях? Так ли должно быть? В чем источник конфликтов? Некоторые люди периодически переживают драмы в своей повседневной жизни, раз в неделю или каждый день, зависит от конкретных отношений. Мы можем стремиться переживать драму как таковую из-за потребностей в интенсивных эмоциях, даже если они болезненны, но они сильны. Да, можно назвать это пристрастием к страданию. По большей части оно бессознательно. Люди не знают о своей тяге к страданию. Внешне кажется, что причина кроется во взаимоотношениях, но фактически человек на протяжении своей тысячелетней истории породил так много страдания для самого то увидите ужасное злодеяние, постоянные войны, которые все продолжаются и продолжаются. Все это вводит в коллективное бессознательное человечество, в прошлое человеческого страдания. Сама планета несет на себе энергетическое поле страдания, коллективную психику людей. Мы как бы являемся наследниками наших предшественников, поколение передает следующему поколению, те следующему и так далее. Да, я называю это телом боль. В нем скапливаются эмоции страдания из прожитого. Прошлое человечества и ваше собственное прошлое. Каждый ребенок уже страдает так или иначе. Все эмоциональное страдание, через которое вы прошли, пополняет общее эмоциональное поле. Вы приходите в мир с телом боли. Иногда я смотрю на него как на сущность, обладающую независимым существованием, некое энергетическое поле эмоций, которое живет в вас. Тело боли не всегда активно. У него есть периоды, когда оно спит. Вы его практически не ощущаете. Ваше самочувствие отличное. Но иногда наступает фаза активности, когда ему требуется питание. Ему надо пополнить себя страданием, создав дополнительное страдание. Этими энергетическими вибрациями оно питается. Маленькое событие может стать пусковым моментом, пробуждающим тело боли. Какая-то мелочь в отношениях. Партнер что-то сказал не так, сделал неудачный комментарий. Это вызывает чрезмерную, абсолютно непропорциональную реакцию. Так называемый трингерный эффект. Тело боли просыпается, потому что ему нужна подпитка. Тело боли питается из двух источников. Прежде всего, посредством вашего ума, вызывая в нем негативные мысли. Ваше мышление становится по преимуществу разрушающим, как вас самих, так и окружающих. Каждая негативная мысль обладает специфической вибрацией, которая находит свой отклик в теле боли. Некоторые тела боли реагируют на вибрации гнева. В других доминируют вибрации печали, беспокойства, страха. Мы все узнали о теле боли, как оно вызывает непропорциональную реакцию в ответ на то, что нам было сказано. Мы можем растворить тело боли. Тело боли всегда будет стремиться подпитывать себя, добавлять себе энергию. Оно хочет, чтобы вы полностью идентифицировали себя с тем энергетическим полем, коим оно себя репрезентирует. С одной стороны, тело боли питается посредством вашего ума, генерирующего негативные мысли. А с другой, в сфере взаимоотношений, оно питается энергией реакции ваших партнеров. Конечно, все происходит неосознанно. Вы не замечаете, что идентифицировались со своим телом боль. Вы не отдаете себе отчета, что делаете. Вы будете пытаться спровоцировать партнера на негативную реакцию и таким образом получить энергетическую подпитку своему телу боли. Например, спровоцировать на гнев. Это проделывается бессознательно. Реакция партнера будет питать ваше тело боли. Этот тип взаимоотношений я называю потребность в драме. Получается, что когда вы думаете о теле боли как об отдельном образовании, вы как бы отсоединяетесь от него. Мы действительно можем отсоединиться от него. Да, когда вы понимаете, что тело боли это не вы, оно утрачивает персональную природу. Душевная боль доперсонализируется. Это больше не моя боль, не то, с чем я отождествляю свое «я», не моя история. Вы просто относитесь к ней как проявление общечеловеческой боли, которая живет в том числе и в вас. Ничего персонального нет в чувстве как таковом. Гнев это не ваш личный гнев, это общечеловеческий гнев. Каждое человеческое существо испытывает нечто подобное. Печаль это печаль, страх это страх. Но люди персонализируют их, так как эмоции укрепляют чувство собственного «я», дают ему энергию. И в результате «я» становится переполненным страхом или гневом. В книге вы упоминаете, что женщины особенно часто страдают от насилия. Например, исторически сложилось так, что женщины в Афганистане вынуждены носить особую одежду, подвергаются пыткам и прочее. Тело боли становится частью культурной традиции? Да, так проявляется коллективный аспект болевого тела. В этом смысле одни страны имеют более плотное коллективное тело боли, чем другие. Как правило, в таких странах происходит злодеяние непрекращающихся войн. В Восточной Европе и отдельные страны Центральной Европы в них чувствуется повышенная плотность энергетического поля. И это из-за коллективного тела боли. Другим аспектом коллективного тела боли является то, что некоторые расы имеют склонность аккумулировать в себе энергию страдания. Женщины на протяжении тысяч лет становились жертвами насилия. Поэтому образовалось женское коррективное тело боли. В книге я упоминаю, что оно интенсифицируется в предменструальный период. Возникает сильная эмоциональная неустойчивость. Она легко захватывает человека целиком, поскольку он полностью идентифицирован со своими чувствами. Негативные эмоции атакуют снова и снова, пытаясь вырваться наружу. Вот откуда корни растут. Не думайте, что мужчины не обладают телом боли. Но мы говорим сейчас о женском коллективном теле боли. Однако если вы знаете об этом, вы в состоянии привнести настоящее и просто наблюдать эти вихри беспокойства. Нет нужды контролировать мышление. Вы просто чувствуете завихрение, эмоциональную тяжесть и наблюдаете. Тем самым вы вносите настоящее. Вы вносите силу момента сейчас в пространство эмоций, которые являются частью тела боли. возникает особое состояние расширенного сознания. Оно ничем не обусловлено. Оно является свидетелем происходящего. И это меняет наше состояние. Да, вы перестаете подпитывать тело боли, поскольку вы знаете, что происходит. Тело боли будет все реже пытаться заставить вас думать о негативном и все реже провоцировать вашего партнера чтобы он причинил вам новую боль. Отпадет потребность в драме. Практика Серенда Серенда означает принятие настоящего момента таким, каков он есть. Потому что вы сознаете бесплодность внутреннего сопротивления тому, что есть. Вы просто делаете из настоящего момента друга, а не врага. Вы понимаете, что возможно многие годы обращались с настоящим как с врагом. Оно вам не нравилось. Вы постоянно критиковали его, все время пытались сбежать из него. Трансформация заключается в том, чтобы перестать внутренне избегать из настоящего, перестать отрицать жизненную силу, заключенную в нем. Перемены затронуты физическое тело, поскольку множество зажимов нарушало движение жизненной энергии, циркуляцию так называемой Чи. В состоянии страха возникают спазмы. Они происходят потому, что вы никогда не обнимаете настоящее таким, как оно есть. Мысленно вы проецируете себя в будущее. В промежутке между сейчас и будущим рождается страх. Страх вызывает зажимы в теле, нарушается движение энергии. Вы имеете в виду все время говорить «да», жизни «да», моменты сейчас «да», тому, что происходит «да». Вопрос сводится к принятию исследованию в потоке вашей жизни. Когда вы вмешиваетесь, возникают блокировки. Принятие настоящего. Окей, мы принимаем, мы обнимаем его. Настоящая жизнь едины, потому что нет жизни вне настоящего. Если вы посмотрите, большинство людей живут в будущем, редко когда в настоящем. Они живут в концептуализированной вселенной. Но настоящее таково, каково оно есть. Нечему происходить в прошлом, все происходит в настоящем, нечему происходить в будущем. Когда вы понимаете, насколько эта жизнь она важна, вы открываетесь необъятной энергии, которая здесь все время. Вы отсекаете себя от нее, когда живете в своих ментальных проекциях в будущее или в прошлое. Но хорошо, многие люди занимаются астрологией, гадают по китайской книге перемен, картам Таро, используют другие предсказательные практики, чтобы жить в настоящем, чтобы планировать будущее, предвидеть неприятности. Как быть с этим? Да, так, многие люди хотят контролировать свое будущее. Однако, когда вы знаете, что с вами произойдет, ваша жизнь утрачивает качество приключений, все становится расставлено по своим местам. Мощная духовная практика состоит в том, чтобы пребывать в настоящем. Будь в моменте, как сказал один суфийский мастер, и мир, проходя мимо, все принесет в этот момент. Нужно практиковать это. Давайте поговорим о внутреннем теле. Человек может войти в свое внутреннее тело и таким образом оказаться в настоящем. Большинство людей отъединены от жизненности, заключенного в их теле, так как все внимание целиком поглощено непрекращающимся мыслительным процессом. Другими словами, они целиком живут у себя в голове. Центр гравитации, если так можно сказать, у них в уме, в неостановимом потоке мыслей. И о чем же они думают? О предстоящем моменте, о будущем. Они забегают вперед, пытаясь контролировать его, так или иначе, чтобы не допустить некоторых событий. Они целиком теряют себя в уме, во времени, в будущем. Действенная практика заключается в том, чтобы переместить внимание из головы в тело. почувствовать жизненность, проявляющую себя в виде вашего целостного тела. Начните с простого. Например, почувствуйте присутствие жизни в руках. Некоторые говорят, я ничего не ощущаю, я не могу. Можете. Закройте глаза, настройтесь на правую руку. и не двигая рукой, несмотря на нее, ощутите, что она здесь. Неожиданно вы почувствуете энергию в руке. Вы начали вхождение вниманием во внутреннее тело. Таким же образом, как вы проделывали с рукой, вы можете ощутить жизненную энергию в оставшихся частях тела. В конечном итоге почувствуйте общий поток жизненности. Каждая клеточка жива. Вы перенесли свое внимание из ума в настоящее, потому что подлинное вхождение в свое тело неотделимо от вхождения в настоящее. Чувство внутреннего тела служит якорем, чтобы оставаться в настоящем. Состояние могучей энергии, потому что вы даже не представляете себе, какой великой разумностью обладает тело, каждая его клеточка. Если вы захотите управлять телом посредством вашего ума, оно тут же придет в негодность, потому что оно существует комплексно. Совокупная разумность каждой клеточки, каждого органа, поддерживает тело в функционирующем состоянии. Существует великая разумность, единая разумность, и ум человека лишь крошечный аспект разумности универсума в целом. Наипростейший способ войти с ней в контакт – установление связи с вашим внутренним телом. Множество людей претерпевают страдания в виде боли, недомоганий, психологических драм, и мы сами часто бываем во все это вовлечены. Как трансформировать болезни и страдания в силу настоящего? Болезнь протекает в настоящем. Наблюдайте за ней и не делайте из нее форму своей идентификации. Не принимайте ее за себя. Умом сконструированный образ «я» предполагает, что болезнь является частью вас, что вы есть тот, кто страдает от нее. Просто войдите в настоящее. Примите практику сёрэнде по отношению к болезни. Я не призываю сдаться ей, не призываю считать себя больным. Так формируется ментальный образ. Просто безоговорочно примите то, что приносит вам настоящий момент времени. Это может быть боль, ограничение возможностей, дискомфорт. И болезнь станет вашим духовным учителем. Она может научить вас состояние сёрэнде. Умение говорить «да» тому, что есть, не сопротивляться. Могучая целительная сила высвобождается, когда вы входите в состояние несопротивления. Нет смысла раздражаться и говорить «О, для меня происходящее неприемлемо, я должен чувствовать себя лучше». Просто примите реальность этого момента такой, какова она есть, без конструирования ментальной истории. Вот боль, она здесь. Позвольте ей научить вас сёрэнде. Таким путем ментальное образование по имени эго, умом сконструированное я, начнет постепенно разрушаться под воздействием болезни. Я встречал людей, пребывающих в тяжелой нетрудоспособности. Я смотрел им в глаза и видел сияющий свет. Не необычайные силы жизни. Они безоговорочно приняли своё состояние. И я встречал других людей в похожем положении. Они были глубоко подавлены, раздражены, полны негодований. Они замкнулись в себе. В выздоровлении наиболее вероятно, если человек принял то, что есть, таким, как оно есть. Реальна ли действительность? преодоление мира. Экхард, я слышал, вы ведёте уединённый образ жизни и много времени проводите в одиночестве. Это правда? Так было в прошлом, до публикации «Сила настоящего». Многие годы я жил отшельником. Но после выхода книги моя жизнь драматичным образом изменилась. Сейчас я много преподаю и путешествую. Те, кто знал меня прежнего, говорят, поразительно, раньше это был таким затворником, а сейчас целиком в мире. Но внутри меня ничего не изменилось. Я чувствую то же, что и раньше. Тишину и внутренний покой. Однако я целиком принял тот факт, что на внешнем уровне произошли глобальные перемены. Так что теперь неверно считать, что я отшельник. Скорее наоборот. Возможно, это циклический процесс. Наступит момент, когда я опять превращусь в отшельника. Но сейчас я целиком принимаю тот факт, что все свое время провожу в общении с людьми. Иногда я выединяюсь. Это необходимо между лекциями. Почему у вас возникает потребность побыть одному и как это выглядит? Когда я с людьми, я в роли духовного учителя. Это моя функция, но не моя самоидентификация. Когда я остаюсь один, я испытываю радость от того, что я никто. Я оставляю в стороне мою функцию быть учителем. Предположим, у меня встреча с группой. Когда люди уходят, я больше не учитель. Нет больше смысла во внешней идентификации. Я погружаюсь в глубокую тишину. Моё самое любимое место тишина. это не значит, что я утрачу её во время лекции, поскольку мои слова рождаются из-за измерения тишины. Но когда люди уходят, единственное, что остаётся, это тишина. И мне это очень нравится. это ваше предпочтение? Нет, это наступившее равновесие в моей жизни, которого, возможно, не было в прошлом. Когда много лет тому назад со мной произошла внутренняя трансформация, со стороны выглядело, будто бы я утратил баланс. Такая полнота самореализации и блаженства были в том, чтобы просто быть, что у меня исчез всякий интерес к делам и общению. Несколько лет я жил в растворённости в бытии. Я практически отошёл от дел. Вполне хватало незначительной занятости, чтобы поддерживать свою жизнь. И это казалось чудесным. У меня пропал интерес к будущему. Но постепенно стал выстраиваться баланс. И он окончательно сформировался, вместе с началом работы над силой настоящего. Сейчас я чувствую равновесие между потребностью побыть одному и взаимодействием с людьми, между бытием и деланием, в сравнении с прошлым, когда бытие превалировало над деланием. «Блаженство, переживание глубины, красота, но для стороннего наблюдателя казалось, что я сошёл с ума. Многие считали ненормальным, что я позволил развалиться всему достигнутому в жизни. Они не понимали, что всё это мне стало ненужным». И вот равновесие между уединённостью и встречами с людьми. И это хорошо. Я слежу за тем, чтобы баланс не нарушался. Сейчас наблюдается некоторый уклон в делании. Они предлагают выступить здесь, прочитать лекцию и там. Постоянные запросы. Но я знаю, что должен быть внимательным, чтобы не исчезло равновесие. Думаю, этого не произойдёт, но всё же требуется определённая бдительность. Что вы имеете в виду, когда говорите о потере себя в делании? Мои многочисленные переезды, преподавания, общения с людьми. Может случиться, что исчезнет тишина. Хотя не знаю, она всегда здесь. Или может произойти психологическое истощение. Периодически я чувствую потребность вернуться к чистому единению. Когда приходится вести беседу, я позволяю словам рождаться из тишины. Таким образом, преподавательство и тишина тесно связаны друг с другом. Учение вырастает из тишины. А когда я один, есть только тишина. И это моё любимое место. Когда вы один, много ли времени вы проводите в физической неподвижности. Да, иногда я могу просидеть два часа, не выходя из комнаты, практически без мыслей. Полная тишина. Когда я иду на прогулку, тоже тишина, без ментальных обозначений воспринятому чувствам. Благоговение, интерес, открытость. Это так прекрасно. В своей книге «Сила настоящего» вы утверждаете, что основная цель мира находится не в пределах этого мира, а в его трансцендировании, то есть в выходе за пределы этого мира. Не могли бы вы объяснить, что вы имели в виду? Преодоление мира не означает отказ от него. Это непрекращение деятельности или общения с людьми. Преодоление мира означает действие и взаимодействие без поиска своего «я». Другими словами, без обогащения чувства собственного «я» за счет своей деятельности или посредством своего общения с людьми. в предель это означает исчезновение необходимости в будущем для своей самореализации, для ощущения полноты своего бытия. Нет поиска большей деятельности, большего обогащения своего «я», большей самореализации, большего чувства собственной значимости в мире. Без всего этого вы можете продолжать быть в мире, но вы уже не принадлежите ему. Вы больше не ищете, с чем идентифицировать себя. Вы подразумеваете отбрасывание эгоистических материальных отношений с миром. Да, поскольку вы больше не ищете выгоду для своего «я». Не стремитесь ни расширить его, ни сделать более богатым. В обычном состоянии сознания люди ищут возможности стать собой посредством своей деятельности. Грабитель банка стремится к этому же, но на свой манер. Человек, жаждущий просветления, также стремится добавить себе состояние совершенства, завершенности, полноту бытия в будущем. Тот же самый поиск выгоды посредством своей активности. Люди ищут счастья, но в пределе они ищут самих себя, или можно сказать ищут Бога. Они ищут себя там, где никогда не смогут найти, в обычном непросветленном сознании. Непросветленное сознание пребывает в вечном поиске. Такие люди от мира сего, то есть находятся в этом мире и принадлежат ему. Вы имеете в виду, что их поиски устремлены вперед во времени? Да, мир и время внутренне взаимосвязаны. Когда поиск самого себя во времени прекращается, вы можете оставаться в миру, непринадлежа ему. Что именно вы имели в виду, когда сказали, что цель мира заключена в преодолении мира? Мир обещает вам самореализацию во времени. Возникает непрекращающееся стремление к этой отстоящей во времени самореализации. Много раз человек чувствует, «Да, вот оно, я достиг». Но затем понимает, что нет, еще не достиг. Стремление продолжается. В книге «Курсы чудес» хорошо сказано про эго. Ищет, но никогда не находит. Люди ищут спасение в будущем, но будущее никогда не наступает. По существу страдание рождается из неудавшихся поисков. И здесь заложено начало пробуждения. Проблеск сознания возможно это не тот путь. Возможно он не приведет меня к тому, что я так страстно желаю. Возможно желаемое не находится в будущем. Будучи потерянного в мире человек под давлением страдания неожиданно осознает, что ответ не может быть найден ни в мирских достижениях, ни в будущем. Это важный пункт, к которому должен подойти каждый. Глубокий кризис. Мир такой, каким его знал человек, и он сам, каким он знал себя, с чем идентифицировал себя в мире. Все это утрачивает смысл. Так было со мной. Я был близок к самоубийству. Но произошло нечто. Умерло чувство собственного «я», жившего за счет идентификации с моей историей, с окружавшими меня вещами и вообще с миром. В тот же момент родилось чувство глубокой, интенсивной тишины и жизненности, чувство бытия. Позже я назвал его настоящее. Я осознал, кто я есть. Это знание невозможно заключить в слова. Это осознание не было результатом деятельности ума. Я ощутил, что вибрирующая жизнь тишина и есть я. позже я назвал эту тишину чистое сознание, в то время как все другое есть обусловленное сознание. Ум человека – суть обусловленное сознание, которое обретает форму мыслей. Весь мир, созданный обусловленным умом, представляет собой обусловленное сознание. все, включая даже предметы, суть обусловленное сознание. Обусловленное сознание проявляет себя как форма, и так образуется мир. Таким образом, оказаться потерянным в обусловленном мире необходимо для человечества. Такова часть его пути – оказаться потерянным в мире, потерянным в уме, который представляет собой обусловленное сознание. Затем, благодаря страданию, возникающему из-за потерянности в жизни, обретается я как необусловленность. Вот почему нам нужен мир, чтобы преодолеть его. Я глубоко благодарен своей потерянности в мире. Цель мира – сделать так, чтобы вы потерялись в нем. Цель мира – порождать вас страдания, которое кажется необходимым условием, чтобы произошло пробуждение. Как только пробуждение состоялось, приходит осознание, что больше нет необходимости в страдании. Страдание прекращается, поскольку вы преодолели мир. Вы оказываетесь вместе, свободным от страдания. Таким выглядит путь человечества. Возможно, этот путь не каждого в этой жизни, но, кажется, это универсальный путь. Я полагаю, что даже без духовных учителей и учений в конце концов каждый попадет туда, но на это потребуется время. Много времени? Гораздо больше. Духовные учителя помогают сберечь время. Суть учения в том, что вам не требуется ни дополнительное время, ни добавочное страдание. Я говорю людям, которые приходят ко мне. Вы готовы услышать потому, что слушаете. В мире по-прежнему остаются миллионы людей, которые не слушают. Им требуется еще время. Но я обращаюсь не к ним. Вы слышите, что вам не нужно больше времени и вам не нужно больше страданий. Вы искали во времени, вы искали дальнейшего страдания. И неожиданно услышав, вам больше это не нужно, для некоторых это может стать началом трансформации. Получается, что красота духовного учения в том, что оно оберегает время жизни. От ненужного страдания. Да, так что это хорошо, что люди потеряны в мире. Я с удовольствием бываю в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Однажды мы формировали группу в Нью-Йорке. Я стоял и смотрел из окна. Все вокруг куда-то мчались, почти бежали. Казалось, что все были в состоянии сильного нервного напряжения, глубокого беспокойства. Конечно, это страдания, но они не осознавали свое состояние как страдания. Я подумал, куда они все бегут? Конечно же, в будущее. Им нужно попасть куда-то, что не здесь, в некую точку во времени. Не сейчас, а туда. Все бежали туда. Люди претерпевали страдания и даже не знали об этом. Но для меня самонаблюдение было наполнено радостью. Я не переживал, о, их надо научить. Они находились на своем духовном пути. В данный момент это их путь, и он работает хорошо. Часто под понятием просветления понимается конец разделения внутри самого себя, освобождение от дуальности, постоянное видение целого. Те, кто пережил подобное, утверждают, что приходит осознание, что в пределе нет разницы между миром и Богом, абсолютом, между самсарой и нирваной, между проявленным и непроявленным. Но есть и другие, которые считают, что как таковой мир не существует. Этот мир иллюзия, совершенно лишенная смысла и реальности. Опираясь на ваш собственный опыт, скажите, мир реален или нет, или то и другое вместе. Когда я общаюсь с людьми или гуляю по городу, или совершаю повседневные действия, я воспринимаю мир как рябь на поверхности бытия. Под воспринимаемым чувствами миром и за миром воспринимаемым умом находится безбрежность бытия. Обширное пространство тишины и лишь временами всплески активности на поверхности, которые неотделимы от бытия, как волны неотделимы от океана. Поэтому в моем восприятии нет раздерения на бытие и на проявленный мир. Но непроявленный мир намного обширнее, глубже, величественнее, чем событие в мире проявленном. Каждый феномен скоротечен, так ускользающ, что с позиции безвременного бытия все происходящее в мире проявленном подобно игре тени. Похоже на пар или дымку. Формы постоянно возникают и исчезают. Возникают и исчезают. Поэтому для того, кто глубоко укоренен в непроявленном, проявленное легко может быть названо нереальным. Но я не называю его нереальным, так как вижу нераздельность одного от другого. И все же он реален? Реально бытие само в себе, которое по-другому есть чистое сознание. Вы хотите сказать, что реальным следует называть нечто, что свободно от рождения и смерти? Да, верно. То, что не рождалось и потому не может умереть, только оно может быть реальностью. Но недавно вы говорили, что проявленное неотделимо от непроявленного. Значит, можно сказать, что оно тоже реально. Да, ибо внутри всего, что рождается и умирает, находится нечто бессмертное. Сущность всего формного бессмертна. Сущность травинки бессмертна. Поэтому мир форм священен. Сфера сакрального не только чистое непроявленное бытие. Мир форм я тоже вижу как сакральное. Сакральное проявление кто-нибудь спросит вас прямо, мир реален или нет, вы ответите, что он реален, или вам понадобится утверждение с уточнениями? Скорее всего, утверждение с уточнениями. И что бы вы уточнили? Что он есть временное проявление реальности. Сакральное тогда если мир есть временное проявление реальности, что представляют собой просветленные взаимоотношения? Для непросветленного человека мир целиком есть то, что находится здесь. Ничего другого нет. Сознание, обусловленное пространством и временем, цепляется за прошлое, как за свою самоидентификацию, и отчаянно нуждается в мире, чтобы чувствовать себя счастливым и состоявшимся. Таким образом, мир для него великое обещание, но и великая угроза одновременно. Настоящая дилемма для непросветленного сознания. Оно разрывается между поиском самореализации в мире и постоянной угрозой, исходящей от этого же надеется, что найдет себя и в то же время боится, что мир убьет его. В конце концов, так и случится. Состояние постоянного конфликта, на который обречено непросветленное сознание, быть разрываемым между желанием и страхом. Чудовищная судьба. Просветленное же сознание укоренено в непроявленном и в пределе составляет с ним единое целое. Оно знает себя таковым. Можно сказать, нашим сознанием непроявленное смотрит вовне. Возьмите обычные формы, цветок или дерево. Если вы воспринимаете их из глубокой тишины, в состоянии повышенной пробужденности, свободной от прошлого и будущего, в этот момент они обретают глубину непроявленного. И вы более не персона в этот момент. Непроявленное воспринимает самую себя в форме. Это всегда сопровождается чувством благополучия. Затем рождаются действия. По своему качеству они отличаются от действий, возникающих из непросветленного сознания, которое всегда ищет способ защитить себя. Когда эти неуловимые драгоценные состояния наступают, мы называем их любовь, радость и мир. Все они проистекают из единства с непроявленным. Они рождаются оттуда. Человек, живущий в связи с ними, становится благословенным. В то время как непросветленный человек становится очень тяжелым. Это тяжесть непросветленности. И планета страдает от миллионов непросветленных индивидуумов. Бремя Земли приближается к состоянию непереносимости. Иногда я чувствую, как она говорит, «О, пожалуйста, довольна». Вы предлагаете людям свой метод медитации, оставайтесь в настоящем как можно дольше. Вы полагаете, эта духовная практика может стать по-настоящему глубокой и дать освобождающую силу тем, кто еще не расстался с привязанностью к этому миру? Я бы сказал, что сама практика обладает освобождающей силой. Освобождение возможно, если произойдет полное безоговорочное приятие настоящего, того, что есть сёранде. Однако я не считаю, что формальная техника приведет вас к состоянию сёранде. Совершенные сёранде обычно наступают в процессе повседневной жизни. Сама жизнь есть та почва, на которой это случается. Иногда возникает непроизвольная сёранде. Появляется большая открытость, и уже затем вы переходите к духовной практике как таковой. Но независимо от того, является ли практика средством определенного внутреннего прозрения, или вы просто выполняете ее как некую технику, сама по себе она не даст освобождения. В своей собственной преподавательской деятельности я обнаружил, что пока мир проглядывает в той или иной степени, пока есть само желание освободиться от мира, никакие духовные переживания, какими бы сильными они ни были, не приведут к освобождению. Верно. Освобождение от желаний и есть серенде. Это остается ключевым. Без этого никакой объем проделанной практики и никакое количество духовных переживаний не приведут к освобождению. Да, многие говорят, что хотели бы медитировать или заниматься духовной практикой, но их стремление не основано на готовности расстаться с чем-нибудь существенным. Бывает, что духовная практика становится попыткой обрести для себя новую идентификацию. Обобщая, вы хотите сказать, что подлинная духовная практика и настоящий духовный опыт подразумевают преодоление этого мира, ослабление привязанности к нему? Да, иногда люди спрашивают меня, это так удивительно звучит, но как вы достигли всего этого? Суть в том, чтобы сказать «да» настоящему моменту. Состояние Соранде – тотальное «да» тому, что есть. Без всякого внутреннего нет. И совершенное «да» тому, что есть, станет преодолением мира, тотальная открытость тому, что возникает в данный момент. Обычное состояние сознания сопротивляется, отрицает, стремится убежать, отводит взгляд в сторону. Говоря «да» тому, что есть, вы имеете в виду не избегать смотреть прямо в лицо? Правильно. Приветствуйте настоящее, заключайте его в свои объятия. Это тоже состояние Соранде. Вот и все. Разница между мастером и не мастером в том, что мастер тотально объемлет то, что есть. В состоянии несопротивления наступает мир. Дверь открыта, не проявленной здесь. Вот самый эффективный путь. Не следует называть его практикой, так как тут отсутствует время. Для большинства людей, принимающих участие в набирающем силу движении «Восток встречается с Западом», Гаутама Будда и Рамана Махарши, один из наиболее уважаемых в наши дни последователей веданты, являют собой бесподобные образцы окончательного просветления. Однако в свете вопроса о правильном взаимоотношении человека с миром, их учения драматическим образом расходятся. Будда отрицает мир, всячески поощряет тех, кто чистосердечно готов оставить мир и следовать за ним, чтобы жить в святости, свободном от озабоченности ведением хозяйства. Однако Рамана Махарши порицает учеников, оставляющих повседневные дела для того, чтобы лучше сосредоточиться на духовной жизни. Фактически он против внешних актов отречения и призывает адептов обернуться вовнутрь себя и там искать причину своего неведения и страдания. Многочисленные его последователи утверждают, что самим желанием отречься от мира так проявляет себя эго, та самая часть нас, от которой мы стараемся освободиться. Будда же делает акцент на отречении, непривязанности, прилежании и сдержанности, как на фундаменте, без которого освобождающее прозрение не может произойти. Как вы думаете, почему подходы этих двух выдающихся духовных светил так различаются? Почему Будда поощряет своих учеников оставлять мир, в то время как Рамона призывает их оставаться там, где они есть? Существует много путей, и все они работают. Каждая эпоха вырабатывает собственные подходы, наиболее эффективные для нее и неэффективные для других условий. Мир, в котором мы живем сейчас, имеет свои особенности. В нем все проникает все. И когда я говорю мир, я включаю сюда и человеческий ум. Человеческий ум значительно разросся со времен Будды. Две с половиной тысячи лет назад. Ум стал более шумным и более все проникающим. Иго росло в течение тысяч лет. Оно приблизилось к точке сумасшествия, которая в максимальном мере проявилась в 20 веке. Достаточно перечитать историю 20 столетия, чтобы увидеть кульминацию человеческого безумия. Если иметь в виду объем насилия, причиненный одними людьми другим, в наше время мы не можем уйти из мира, мы не можем сбежать от ума. Нам следует войти в состояние сёренда и пребывать в этом мире. Этот путь кажется наиболее эффективным для настоящего времени. Во времена Бунды отойти в сторону от мира было проще, чем сегодня. Человеческий ум был не таким всезаполняющим. Но причина, по которой Будда проповедовал вести жизнь непривязанную к дому, была в том, что он чувствовал, что домашнее хозяйство делает человека озабоченным, беспокойным, и в этих условиях ему труднее жить в святости. С точки зрения возросшего ментального шума и нарастающего безумия мира, совершенно верно, что он вел бездомный образ жизни и поощрял учеников делать то же самое. Он имел свои доводы, и в конце концов мы не знаем, почему Будда делал акцент на удаление от мира, вместо того, чтобы сказать, как Рамана Махарши, делай это, пребывай в миру. Мне кажется, что для сегодняшнего времени наиболее эффективным путем будет Сёранде. Принятие мира таким, каков он есть, чем пытаться удалить себя из него, чтобы затем создать новые структуры, которые помогли бы легче принять этот мир. Возникает противоречие. Вы сначала создаете новую структуру, а затем принимаете мир. Почему бы не принять его сейчас? Нет нужды ничего создавать, чтобы проще было пребывать в состоянии Сёранде. Потому что тогда это уже будет не Сёранде. Я провел некоторое время в буддийских монастырях и видел, с какой легкостью ученики оставляют старое имя и принимают новое, бриют в голову, облачаются в свои деяния. Вы хотите сказать, что один мир отрицается ради другого? Одна самоидентификация сменяется другой, одна роль отбрасывается и принимается другая. По существу никакого отказа не происходит. Да, так. Поэтому делайте там, где вы есть, прямо сейчас. Не надо искать особого места или определенных условий или подходящие ситуации. Делайте здесь и сейчас. Там, где вы есть, место для Сёранде. Вашей ситуации вы можете сказать «Да» тому, что есть. И это станет основанием для всех дальнейших действий. Сегодня многие учителя и учения утверждают, что само желание отречься от мира есть выражение эго. Ваше мнение на этот счёт? Желание отречься от мира снова всё то же желание достичь некоего состояния, которым вы не обладаете сейчас. Ментальная проекция желаемого состояния, те же поиски себя в будущем. И в этом смысле это выражение эго. Подлинное отречение заключается не в желании отречения, оно проявляется как Сёранде. Вы не можете желать Сёранде, потому что оно тогда перестаёт быть Сёранде. В некоторых людях Сёранде наступает спонтанно, они даже не знают, как назвать это состояние. Я встречал много людей, пребывающих в состоянии открытости. Многие, кто приходят ко мне, уже в состоянии великой открытости. Достаточно нескольких слов, и в них возникает вкус Сёранде. Проблеск. Он ещё не продолжительный, но они в состоянии открытости. А что вы скажете о спонтанном зове сердца оставить этот мир, всю его фальши и иллюзии, всё, что базируется на эгоистических материальных отношениях? Например, когда Будда решил, я должен покинуть свой дом, трудно сказать, что это было эгоистическим желанием, если судить по результату. Иисус тоже говорил, следуй за мной, пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. Здесь имеет место осознание фальши как фальши, которые по большей части внутренние вещи. Распознание фальши идентификацией, распознание ментального шума. Всё, с чем была идентификация, ментальный образ «Я», оказалось фальши. И это прекрасно, такое распознавание. Затем может родиться действие. Возможно, вы заметите, как фальш выражает себя в обстоятельствах вашей жизни, и вы захотите покинуть свой дом. Или нет? Но осознание и ослабление связей со всем фальшивым и иллюзорным происходит прежде всего внутри. Будда и Иисус два примера внешнего проявления этого внутреннего осознавания. Да, нельзя предугадать, что произойдет из этого внутреннего осознания. С Буддой это случилось в зрелом возрасте, когда он неожиданно обнаружил, что люди стареют, становятся больными, умирают. Это было так мощно, что он посмотрел внутрь себя и сказал, что все лишено смысла, если все таково. Но все же он был вынужден покинуть свое королевство. Он мог бы сказать, существует только здесь и сейчас, и все, что требуется это принять безо всяких условий, это здесь и сейчас. Полагаю, результат был бы совсем иным. Он мог бы стать просветленным правителем. В тот момент он еще не знал, что единственное необходимое это сюрэнде. Когда Иисус позвал рыбаков оставить их семьи, изменить образ жизни и следовать за ним, и когда Будда ходил из города в город и призывал людей оставить все, их практика сюрэнде выражалась в действительном отречении от мира, в говорении «Да» Иисусу и Будде. Очевидно, последователи должны были отказаться и от всех внутренних привязанностей. В таком случае оставить все становится не только метафорой внутреннего трансцендирования, но буквально нужно оставить все. Некоторые могут сменить свое привычное окружение или род деятельности, но главное, смогли ли они разглядеть фальшь внутри. Если нет, то внешнее отречение будет лишь замаскированной формой дальнейших поисков в себе. Мой последний вопрос будет о взаимоотношении между вашим пониманием просветления и вовлеченностью в мир. В иудаизме полная вовлеченность человека в мирскую жизнь рассматривается как реализация его духовного предназначения. Только проживая с открытым сердцем заповеди Писания может быть реализован духовный потенциал, заключенный в человеческой расе. Дэви Тарриэль пишет «Мы заканчиваем работу по созиданию. Бог нуждается в нас, поскольку только мы можем улучшить мир. Многие учения, ведущие к преодолению дуальности мира, подобно вашему, делают акцент на индивидуальном просветлении. Трансцендирование преодоления мира выглядит ключевым моментом. Но наши иудейские братья, похоже, призывают нас совсем к противоположному – о духовотворении мира посредством преданного полносердечного участия мужчин и женщин в нем. Выходит, что недуалистические учения о просветлении лишают мир нашего полнокровного участия в нем. Само понятие преодоления мира – не грабит ли оно мир, забирая в него нашу потенцию, как детей господних водохотворения его? Нет, потому что правильные действия могут проистекать только из этого состояния преодоленности мира. Всякая другая активность провоцируется эго и будет иметь кармические посредствия. Вызванное в жизни эго означает, что присутствует скрытый мотив. Например, если вы в своих глазах будете выглядеть безупречным духовным человеком, это обогащает ваш образ «я» и вы чувствуете себя хорошо. Другой пример – ожидание награды в будущем, в следующей жизни или на небесах. Если действие имеет скрытый мотив, оно утрачивает качество чистоты. Не может быть подлинного излияния любви, если мир не преодолен, поскольку тогда у вас не будет связи с той сферой, где рождается любовь. Чистые действия – незапятнанные эго? Да, сначала осознанность и освобождение, затем проистекающее из них действие. Оно будет чистым, безупречным. Во всяком случае, не будет вызывать кармических последствий. В противном случае, как бы ни были высоки идеалы, наше эго будет укрепляться нашими благими деяниями. К сожалению, вы не сможете в совершенстве исполнить заповеди, пока не освободитесь от эго. Очень мало кто действительно свободен от него. То же самое и среди людей, старающихся следовать учению Христа. Возлюбим ближнего своего, как самого себя. Одно из главных заповедей Иисуса. Но вы не сможете исполнить этот завет, как бы вы ни старались, если не знаете, кто вы есть на самом глубинном уровне. Любить ближнего, как самого означает, что ближний есть вы сам. Признание этого единства и есть любовь. Путь постепенного пробуждения. Мы живем в невероятное время, когда все больше и больше людей пробуждаются в жизнь, пространство бытия, доступное в настоящем. Мы готовы перестать цепляться за образ «я», простекающий из мыслей, и обнаруживаем себя чем-то гораздо большим. Да, тысячи лет мы жили в идентификации с обусловленным умом, порождающим образ нашего маленького «я». Нечто в своем пределе иллюзорное, всегда сражающееся, боящееся, испытывающее неудобства, в постоянном конфликте с собой и окружающими. Сейчас мы вновь открываемся своему природному состоянию единости с бытием, единости с безграничной сферой сознания, или даже с самим разумом универсума, в котором думающий ум лишь крохотный аспект. Речь идет о сфере внутренней тишины, откуда рождаются состояния, делающие жизнь стоящие, чтобы жить, творчество, душевный покой, радость, любовь. В состоянии необусловленности каждый приходит своим путем. С вами это произошло спонтанно. Я же в свое время получила начальную духовную инициацию, затем последовало многолетнее путешествие, в течение которого я наблюдала за своим обусловленным умом и ослабляла привязанность к нему. Для большинства людей это постепенный процесс, такой, как был у вас. Это измерение проступает изнутри, оно хочет проявиться. Со мной все произошло неожиданно в 29 лет, в самый разгар суицидальной депрессии, когда я обдумывал способы покончить с собой. В мозгу вертелась одна и та же мысль. Я не могу больше жить с самим собой. Неожиданно я осознал всю странность этой мысли. Если я не могу жить с самим собой, значит, должно существовать два «я». Я сам и я тот, с кем я не могу больше жить. В этот момент мое сознание преодолело идентификацию с несчастным, глубоко обусловленным и всего боящимся я. Разрыв оказался настолько полным, что это ложное, страдающее я схлопнулось, как надувная игрушка, из которой вытащили пробку. Осталась подлинная природа моего я, как вечно присутствующее я есть. Чистое сознание вне идентификации с формой. На следующий день я проснулся в блаженстве, которое со временем то усиливается, то ослабевает, но на глубинном уровне чувство душевного покоя не покидает меня с тех пор. Что вы считаете главным препятствием на пути к необусловленному сознанию? Неспособность остановить поток мыслей – это чудовищное несчастье, но мы не считаем его за таковое, поскольку каждый страдает от него. Непрекращающийся ментальный шум рассматривается как норма, но он не дает обнаружить область внутренней тишины, неотделимой от бытия. Он также создает ложное умом сконструированное я, за которым как тень следует страх и страдание. В моем случае обусловленный ум был переполнен страхом. Я пыталась различными способами освободиться от него, но это делало меня еще более зажатой и отгоруженной от жизни. Только когда я научилась наблюдать за работой мыслей, я снова стала спокойной и открытой жизнью. Быть открытым означает никак не интерпретировать настоящее. Это состояние свободы. Позволяя текущему моменту быть таким, каков он есть, без ожиданий, что он должен быть другим, вы открываетесь колоссальной энергии, заключенной в настоящем. Она всегда здесь, но находится под спудом. Подключение к ней никак не связано с обстоятельствами, в которых вы находитесь. На практике для большинства людей это происходит, когда их внешние обстоятельства подошли, так сказать, к критической точке. В такие моменты вы просто вынуждены позволить настоящему быть таким, каково оно есть. В моей книге я делаю акцент на возврате к своим чувствам, поскольку для меня они явились дверью для мной вхождения в бытие. Как только люди оставляют в стороне деловую сторону жизни и начинают развивать свои чувства, они снова пробуждаются к чистой радости, заключенной в сейчас. Осознание своих чувств является проходом в настоящее, дверью в состояние присутствия в настоящем. Это подразумевает, что в пробужденной осознанности ум стихает. Состояние осознанности, свободное от мыслей, наиболее ценное, что может случиться с вами. Некоторые переживают его спонтанно в момент угрозы их жизни или вследствие физического истощения, или сталкиваясь с красотой. Постепенно они начинают осознавать, что по своему желанию могут входить в это состояние. Для меня самым сложным было установить баланс между открытостью и защищенностью, между памятованием и прощением. Печально наблюдать, как ты практикуешь подключенность к бытию, а обусловленный ум опять все превращает в проблему. Проблемы – суть сама структура обусловленного ума. Ему нужны проблемы, чтобы поддерживать свое существование и держать все под контролем. Но он никогда не скажет об этом открыто. Ум говорит, я хочу избавиться от проблем, но на деле он только создает их. Когда вы видите, что нарастают проблемы, спросите себя, какие проблемы в настоящем? Это быстрый способ перевести себя в состояние пробужденности. Затем станьте восприимчивы к настоящему и посмотрите, реально ли ваши проблемы. И как правило нет. Сейчас я могу с нежностью наблюдать за своим воюющим умом. Думаю, что причиной тому является моя открытость. Я благодарна своему уму, который изо всех сил старался уберечь меня от опасностей до тех пор, пока мое сознание не достигло уровня, когда я поняла я в безопасности. Осознание, что в настоящем нет проблем, самое революционное событие из всех. Иногда ум неверно истолковывает его и говорит, что вы уклоняетесь от реальности, перестав концентрироваться на проблемах. Конечно же нет. В жизни всегда будут вызовы. Способность принимать вызовы значительно возрастает, если внимание целиком в настоящем и не отвлекается на сопротивление. Спросите себя, могу ли я предпринять что-либо в данный момент? Если да, то действие происходит. Или же ничего сейчас сделать нельзя, тогда настоящее принимается таким, как есть. И это значительно упрощает жизнь. Вызовы жизни не превращаются в проблемы и вся тяжесть повседневности уходит. Еще в моем пробуждении чрезвычайную роль сыграло несопротивление происходящему. Приветствие всего, что возникает в данный момент, представляет собой предельную духовную практику. Если вы практикуете только это, вам больше нет необходимости читать новые книги наставлений или изучать те или иные техники медитации. Приветствие всего, что возникает в данный момент во вне и внутри вас, приносит освобождение. Обусловленный ум будет убеждать не делать этого, поскольку он считает, что только в результате сопротивления обретается свобода. Верно как раз противоположное. Посредством сопротивления вы все больше и больше застреваете в проблемах. Когда вы перестаете слепо верить уму, вы осознаете, что наиболее быстрый способ, чтобы произошла трансформация, это приветствовать то, что есть. тогда жизнь получает возможность свободно течь сквозь вас. Обусловленный ум больше не препятствует ей. Когда мы говорим о необходимости культивировать настоящее, легко подумать, что мы отбрасываем в сторону ум и его полагание на прошлое и будущее. Вовсе нет. Ум очень изысканный инструмент, необходимый для маневрирования в жизни. Но для большинства из нас он заслоняет собой саму жизнь. Идентификация с умом – причина страдания. В этом случае ум обретает свойство навязчивости. Ум прекрасный инструмент, помогающий нам выразить, что возникает на глубинном уровне. в повседневной жизни мы нуждаемся в прошлом и будущем, но не нужно превращать их в свою самоидентификацию. Это иллюзия связывать свое «я» с прошлым. Другая иллюзия связывает свою самореализацию с будущим. Я должен стать кем-то, стать более состоявшимся, и когда-нибудь я достигну этого. Даже просветление превращается в иллюзию, если вы ожидаете его как свое будущее состояние. Взращивая настоящее, вы помните события прошлого, но вы изымаете из него поиски себя, а будущее вы используете в сугубо практических целях. Исчезают цепляние и хватание, инструменты не самореализованности. Чем больше я укореняюсь в настоящем, тем большую радость испытываю. Мое тело сияет, когда я становлюсь внутренне мягче и еще больше открываю жизнь. То, что вы описываете, я называю внутренним телом. Некоторые называют его светящимся телом. Каждая клеточка тела переживает особую жизненность. Пребывание в настоящем не есть состояние из головы. Всем своим существом вы участвуете в бытии. Когда я слушала вас прошлым летом, я оставляла слова в стороне и открывалась навстречу этому телу света. когда говоришь из тишины, слова несут особую вибрацию, особую энергию трансформации. Слова как таковые отходят на второй план. Важна передающаяся энергия, вернее, тишина, которая в глубине слов. Вот самый великий учитель. В на какой мысли вы бы хотели, чтобы мы расстались? Некоторые считают, что жить в настоящем трудно. Верно как раз другое. Трудно жить, не пребывая в настоящем. Трудна, так сказать, нормальная жизнь. Приветствовать настоящее все равно, что приветствовать саму жизнь, так как настоящее неотделимо от нее. Поэтому не делайте из настоящего врага, подружитесь с ним. Другими словами, принимайте каждый момент и все, что он заключает в себе, как будто бы это и был ваш выбор. Тут же жизнь станет за вас вместо против вас. Затем наблюдайте, как начнет разворачиваться чудо жизни. когда не знаете, что делать. Предположим, в вашей фирме сокращают финансирование. Вы можете, а может быть и нет, потерять работу, и вы не уверены, правильно ли занять менее оплачиваемую должность в соседней компании, или лучше оставаться на месте и ждать, пока проблема лавится сами собой. Другая ситуация. В связи с рождением ребенка вам предстоит переехать, и вы никак не можете решить, куда. Либо в место, где есть хорошая школа, либо туда, где стоимость жилья будет реально соответствовать вашему бюджету. Или еще после семи лет совместной жизни ваш брак превратился в серию нескончаемых упреков, и вы не знаете, продолжать и дальше улаживать отношения, или наконец прекратить их. У каждого в жизни были такие моменты, когда нужно было принимать решения, а мы не знали, что делать. Первым делом обычно собирается информация. Необходимо взглянуть на факты, что за, что против. Но даже в этом случае мы не всегда можем прийти к окончательному решению. Например, нужно выбрать между двумя домами. Оба трехкомнатные, оба примерно за одинаковую цену, оба в похожих районах, но все за и против лежат в одной ценностной плоскости, и ни одной из них не оказывается жизненно важным. Когда вы умом не можете принять решение, это потому, что вам мешает тот же самый ум. По-другому я его называю «голос в голове». Многие даже не замечают его. Но это он создает нескончаемый внутренний монолог, иногда переходящий в диалог. Внутренний голос раздваивается, и вы начинаете разговаривать сами с собой. Своей нескончаемостью голос в голове сородни голу холодильника или кондиционера в вашей комнате. Вы привыкаете к нему и через какое-то время перестаете замечать. Когда предстоит сделать жесткий выбор, этот голос не очень полезен. Он постоянно критикует вас, комментирует все, что вы сделали не так. Другим достается тоже. Похоже на то, как если бы вы жили с кем-то, кто не переносит вас. Вы бы не стали жить с таким человеком, постарались бы прервать отношения. Но поскольку вы не можете избавиться от своего ума, вы оказываетесь в подвешенном состоянии. В результате не хватает решимости на действие. Вы не чувствуете позитивных сторон вашего решения. Голос в голове создает множество проблем, которые на поверку оказываются нереальными. они еще не произошли и только могут случиться завтра или на следующей неделе. Прислушивание к невозникшим проблемам по-другому называется беспокойство. И все это из-за голоса в голове. Он волнуется о разных «а вдруг» и «а если». Он недоволен происходящим. Он организирует. В результате вы перестаете испытывать радость жизни. Иногда голос в голове превращается в жалобы. Я не имею в виду ситуации, когда вы подходите к кому-нибудь и говорите «Это не работает, исправьте пожалуйста». Например, вы в отеле, в ванной нет горячей воды. Конечно, следует позвонить дежурному. «Я собираюсь принять душ», возникла неисправность. Не могли бы мне помочь. В этом случае нечто может быть сделано. Но когда вы запутались в уме и не знаете, куда идти дальше, голос в голове начинает жаловаться о чем-нибудь другом, совсем неподходящем. О погоде, о плохой экономике, о том, что вы не думали, что ваша жизнь пойдет таким путем, и что все, кроме вас, виноваты, что дела сложились так, а не иначе. Жалобы не добавляют ничего, кроме тяжести. Большой мешок с камнями вам на спину, в то время, как вы пытаетесь понять, что же делать. Во многих случаях он мешает вам совершить хоть какое-то действие. Теперь представьте, что голос в голове неожиданно смог. Вы осознаете удивительную тишину. Это именно то, что нужно, чтобы принять эффективные решения. Вам нужно оказаться в настоящем. Вам нужно освободиться от всего, что не происходит сейчас. Конечно, вы не можете щелкнуть пальцами, и голос исчезнет. Некоторые люди спонтанно переживают это состояние, занимаясь экстремальными видами спорта. Взбираясь на отвесную скалу, отыскивая, куда поставить ногу, или за что зацепиться рукой, они замечают, что перестают думать. Они тотально присутствуют, потому что если соскользнут вдуманье, они свалятся с горы. Другие идут на природу, смотрят на окружающую красоту, слушают пение птиц, шерест листьев, и неожиданно осознают, что означает присутствовать в настоящем. Но у вас нет времени ждать, когда вы будете вовлечены в опасную деятельность или окажетесь на дикой природе. Однако вы всегда можете пребывать в настоящем, перенеся фукус внимание вздуманья на восприятие жизненности вашего тела. Когда вы в настоящем, ваше восприятие, слух, зрение моментально обостряется. Вы чувствуете тишину, которую невозможно создать своими руками. Она была здесь всегда, под покровом думанья. Вы начинаете различать. Вот ситуация такова, а вот что говорит о ней мою. Например, ситуация такова. Вы можете потерять работу. А он говорит, я могу потерять работу, а это значит, я потеряю свой дом, буду вынужден забрать дочь из школы и переехать к родителям. Мне придется искать другую работу и сделать это быстро в течение недели, даже если свободных мест вокруг нет, и я не очень-то ловок, чтобы найти хоть что-нибудь. Все это не означает, что вы полностью игнорируете будущее и что вы не будете планировать дела на завтра. Это означает, что фокус вашего внимания находится в настоящем. вы будете планировать, но всегда возвращаться в непосредственный живой контакт с тем, что происходит. Как этого достичь? Один из способов это замечать голос в голове. Как только вы услышите, что вы думаете, вы сможете остановить думание. Другой способ спросить и себя, какие у меня проблемы прямо сейчас? Часто это пробуждает. Да, прямо сейчас у меня нет проблем. Например, в настоящую секунду вы не потеряли работу. Вы можете потерять ее позже, но сейчас-то она у вас есть. Да, через некоторое время может возникнуть вызов жизни и придется предпринимать какие-то действия, но проблемы исчезают, они превращаются в событие жизни. В тот момент, когда вызов возникнет, вы ответите на него. Когда вы понимаете, какова ситуация на самом деле, а не какова, как вам описывает ее ваш ум, вы перестаете попусту тратить силы. Ситуация существует, но вы не расходуете силы на беспокойство. Вы не заливаете ее алкоголем, не предаетесь унынию, не вступаете в дебаты, не мечетесь от одного человека к другому в поисках совета. Уходит сопротивление. Слабыми вас сделало ваше думание о ситуации, но не сама она. Вы продолжаете заниматься повседневными делами, но появляется место для интуиции, потому что, когда вы связаны с тишиной, вы также связаны с созидающим разумом, который гораздо выше, чем аналитические способности ума. очень часто решения приходят неожиданно. Однако это не значит, что оно должно прийти сию же минуту. Возможно, потребуется продолжать жить своей обычной жизнью, но это время создаст вас пространство тишины, в котором интуиция сможет проявиться. В конце концов, выберите ли вы то или другое, не так уж и важно. Если принимая решение вы пребываете в настоящем, вы в следующей ситуации будете пребывать в настоящем и будете готовы сделать свой выбор, когда возникнет такая необходимость. Всегда будет множество способов поступить так или иначе. Главное не то, что вы делаете, а как вы это делаете. Важно ваше сознание, привносимое в происходящее. Тогда вы будете чувствовать жизненность во всем, чем бы вы ни занимались. Поселиться в присутствии. Вот хорошая практика. Вы не всегда должны заполнять настоящий момент чем-нибудь, но фактически наслаждаться настоящим моментом, не заполненным ничем. Под наполнением я подразумеваю внешнюю активность или внутреннюю активность. Обе они являются своего рода заполнением настоящего момента. Только на внешнем уровне у вас, конечно, есть все устройства, которые люди изобрели, чтобы помочь вам заполнить настоящий момент. Чтобы было проще не иметь никакого пространства или чего-то в этом роде. Так и с вашим телевизором или радио, или мобильным телефоном, или текстовыми сообщениями, или сообщениями на Facebook, или Twitter, или старомодными журналами. Вы поглощаете еженедельный журнал, сплетни, или, может быть, что-то чуть более возвышенное. Когда вы делаете это, вы можете чувствовать привыкание к необходимости заполнять ваше внутреннее пространство автоматически. И люди даже боятся незаполненного ничем. В таком случае они чувствуют, что что-то ужасно неправильно, и они могут интерпретировать это. Некоторые люди даже чувствуют тревогу. Я должен делать что-то или думать что-то или что-то неправильно. Или они могут чувствовать невыносимую скуку, даже после двух минут неделания. Или у них есть что-то в голове, мысленный образ. Ты должен делать что-то. Как ты смеешь так сидеть здесь? Так много всего надо сделать. Давай же, делай что-нибудь. Кто-то бьет вас в голове, ты ленивый и так далее и тому подобное. Но вы упускаете нечто очень драгоценное и жизненно необходимое, что есть переживание скорее глубины жизни, нежели ее сплошной горизонтальной протяженности. И вам не нужно слишком усердствовать, просто заведите себе привычку время от времени наслаждаться просторностью настоящего момента. И все в настоящий момент просто есть, такое, какое оно есть. Вы приходите к принятию, и затем навязчивая необходимость наполнять его чем-то может утихнуть на мгновение. И затем, возможно, для некоторых людей наступает момент незнакомого ощущения этого пространства внутри них. Затем вы принимаете это. И на самом деле это довольно приятно, этот момент. Случайная мысль может прийти, но она больше не занимает все ваше пространство. Это первый шаг в том, чтобы оценить то, что вокруг вас, биение проявлений жизни. Случайная мысль может прийти, но она больше не занимает все ваше пространство. Это первый шаг в том, чтобы ценить то, что вокруг вас. Биение проявлений жизни. Если вы находитесь в своем уме, вы называете это неинтересным. повседневные вещи происходят вокруг меня. Но если вы не интерпретируете, то вы можете видеть, что определенная жизненность и красота есть во всем. Так появляется признательность. Это может произойти только там. Благодарность термин, используемый в эзотерике, особенно вне Эйджи. И, конечно, это важно. Но реальная благодарность идет не через слова, хотя слова могут указывать на это. Вы можете сказать «Спасибо за этот момент». Но не ждите какого-то захватывающего момента, потому что их не так много появляется, когда вы в конце говорите «Спасибо за этот момент». Некоторые люди думают, что нечто впечатляющее должно прийти вместе с этим. Если вы стоите на вершине горы и говорите «Спасибо за этот момент», это не продлится. Вы не можете оставаться на вершине слишком долго. Вы должны спуститься и затем искать следующих. Некоторые люди ждут свадьбы или чего-нибудь в этом роде, как чего-то великого. Но это также не длится долго. Приготовления могут длиться месяцами и месяцами, возбуждение нарастает и наконец это случается. Если вам повезет, то ничего не испортит вам праздник. Росты могут напиться или пойдет дождь или что угодно может произойти. Но потом это заканчивается и затем начинается обычная повседневная жизнь с одним обычным моментом за другим. Вы становитесь неудовлетворенными, потому что вы не можете ценить обычный момент. И почему вы не можете ценить обычный момент? Потому что вы недостаточно глубоко в него проникли. Вы не позволили себе обосноваться в нем. Когда вы приближаетесь к тому, чтобы обосноваться в настоящем моменте, и вам это непривычно остаться в нем на минуту, на две, минуты это отличное начало. Можно начать со вздоха «Ах!» Или вы можете начать с половины минуты. опасность заключается в том, что не все, что ваш ум говорит вам правда. Он скажет, ты не можешь позволить себе просто сидеть и делать ничего. Я думаю, любой может позволить себе сидеть одну-две минуты и ничего не делать. Если разум говорит вам, что вы не можете, то это неправда. Могут быть чрезвычайные ситуации, но это другое дело. Я часто говорю людям, когда вы садитесь в свою машину, зачем немедленно переключаться в автоматический режим? Используйте вашу возможность. Когда вы закрываете дверь, у вас есть 30 секунд или около того. И не считайте секунды, потому что этим вы снова заполняете настоящий момент. 30 секунд или около того просто пространство бытия. Вы смотрите из окна, что-то видите, чувствуете, как вы дышите. И на момент вы ломаете инерцию ума, которая в противном случае тянет вас за собой. И так вы закрываете дверь, и наступают эти 30 секунд. За исключением действительно чрезвычайных ситуаций, 30 секунд ничего особо не меняет. Если вы будете верить своему уму, вы будете верить, что не можете позволить себе и 30 секунд. Это же слишком много. Самоисследование «Кто я?» конечно есть определенные вопросы, которые не требуют ответа. Не все ответы обязательно концептуальные ответы. Когда есть неконцептуальное пространство, ответ может прийти как интуиция, как осознание. Но вы можете быть все еще не в состоянии сформулировать его концептуально. Вы просто внезапно знаете. И вы не можете объяснить, что это такое. то, что вы знаете. И это безусловно относится к вашему чувству того, кто вы есть. Внезапно есть глубокое знание внутри вас. Возможно, потому, что вы задали себе вопрос «Кто есть я?» И это прекрасный вопрос. Он создает открытость. И затем вы начинаете исследовать, ваше внимание усиливается. Вы спрашиваете «Кто есть я?» Знак вопроса. И это некий вид смотрения. Но смотрение не визуально. Это некий вид поиска. Ваше внимание возрастает. Прямо сейчас внимание растет. Кто есть я? это смотрение и внезапно понимание ищущей этой скомы. Почему нет мира в душе? Внутренний мир, душевный покой одни из самых важных человеческих переживаний. Если нет покоя в душе, вы не в состоянии правильно оценить, что же вам нужно. Вы можете не узнать хорошие в вашей жизни, поскольку еще не научились распознавать его внутри себя. Вот несколько советов, которые могут оказаться полезными. Не принимайте бессознательное состояние за покой. Некоторые успокаиваются, доведя себя до крайней усталости. Другие считают, что мир это то, что они чувствуют после выпивки или приема наркотиков. Люди принимают эти вещества из-за страстного желания внутренней тишины и покоя. Несколько стаканов вина или дозы наркотика делают вас полусонными с притупленной чувствительностью. Они оберегают вас от тревоги, страха, гнева, возмущения или беспокойства. Но это облегчение очень кратко. Затем беспокойство снова здесь, потому что душевный мир это не бессознательность. Мир это не быть заснувшим или оцепеневшим. Напротив, это состояние повышенной жизненности, в котором наша осознанность повышается и мы способны отслеживать все мысли возникающие в уме. Не путайте мир в душе со счастьем. Многие думают о счастье как о конечной цели, как о чем-то, что можно заработать и что в конце концов позволит им чувствовать себя в гармонии с жизнью. Счастье обычно ассоциируется с воодушевлением, когда случается нечто хорошее. Вы счастливы, получив работу или найдя 100-долларовую банкноту на улице. Вы счастливы, отправляясь на каникулы. Но часто каникулы оборачиваются не тем, что вы ожидали. Или они подходят к концу. Или все каникулы вы только-то и делали, что думали о проблемах, с которыми предстоит столкнуться, когда вернетесь домой. Во всех этих случаях счастье временное. Оно отступает, и нередко вы чувствуете себя еще более несчастным, потому что счастье не есть мир, не есть душевный покой. Счастье это что-то поверхностное, в то время как мир нечто более глубокое. Мир неуязвим по отношению к противоположностям жизни. Высокое и низкое, холодное и горячее, хорошее и плохое. Вот почему мир в душе так важен. Никто не может пройти через жизнь и не столкнуться с тем, что его вдохновляет или обескураживает. Когда вы оказываетесь на пороге смерти, или есть ли у вас проблемы со здоровьем, или вы потеряли собственность, вряд ли вы будете счастливы. Но стоит ли так уж предаваться отчаянию? Нужно ли чувствовать себя опустошенным? Если у вас мир в душе и вы в контакте с глубинным уровнем себя, эти эмоциональные экстримумы не возникнут. У вас будет спокойствие, не затрагиваемое ничем, что бы ни случилось вовне, потому что в вас есть осознание и приятие всего происходящего в мире. Вы продолжаете смотреть вперед или оглядываться назад. Нечто еще не произошло или уже случилось когда-то, и оно лишает вас покоя. Это может быть работа, которую вам не удалось получить или которую потеряли, или ребенок, которого вы так и не завели, или наоборот, к которому уже привыкли. Здесь имеет место ошибка восприятия. В конечном счете не сами события доставляют вам беспокойство. Это ум не дает вам покоя, его навязчивые мысли. Голос в голове уводит вас из настоящего. Вы где-то в будущем, где дела могут пойти не так. Или вы в ловушке прошлого. Вы продолжаете пересматривать старый фильм о своих неудачах в школе или о том, что кто-то когда-то сказал нечто неодобрительное. Вы застряли, но вы не замечаете этого. Фильм в голове переживается как настоящая реальность. И это не позволяет ценить жизнь в сейчас. Вы не воспринимаете настоящее. Оно перестает быть реальностью. Вы слишком заняты своим желанием попасть куда-то еще. Или стремитесь оставаться там, где были. И это ведет к непрекращающемуся стрессу. Единственное решение – осознанность. Осознание, что голос в голове – суть, повторяющая сама себя мысль. ни более, ни менее. Вы искажаете настоящий момент. Наш ум не только нарушает тишину настоящего момента. Он все время интерпретирует, оценивает происходящее и, как правило, негативно. Допустим, ваш коллега по работе получает повышение. Голос в голове тут же говорит, что это вас должны были повысить, или что боссу больше нравится ваш друг, поэтому он и выбрал его, хотя вы более сильный кандидат. В таких случаях несчастными вас делают не внешние обстоятельства, то есть не неполучение работы, а то, что вы говорите себе об этих обстоятельствах. И это несправедливо. Другими словами, ваши мысли делают вас несчастными. Если вы измените эту привычку, вы избавитесь от сопротивления происходящему. Вы подружитесь с настоящим и откроете для себя духовное измерение. Такова одна из главных практик обретения внутреннего мира. Старые раздражители, к примеру, вы застряли в профке на дороге, перестанут расстраивать и не будут вызывать беспокойство. Внутренне вы встраиваетесь в реальность происходящего. Вы в машине. Вы стоите на месте. Вот и все. В настоящую секунду с вами все в порядке. Вы замечаете, что в соседней машине мать с ребенком или что небо сегодня особенно голубое. Вы дружите с самой жизнью, со всем, что в ней происходит. Вы не доверяете жизни. Пока. В самом течении жизни заложена великая разумность, многократно превосходящее ограниченные возможности ума. Сам дух. Когда вы начинаете доверять духу в себе, когда начинаете доверять самой жизни, вы переживаете мир в душе. Вы больше не отделяете себя от великой разумности, из которой проистекает жизнь. Вы перестаете стремиться к тому, что не имеете, или искать то, что потеряли. В религии этот род доверия называется вера. Христиане бы сказали, что они верят в Бога. Другие, что они верят в высшие силы. Какое бы обозначение не было выбрано, все они указывают на нечто, пребывающее за поверхностью жизни. Мир приходит из доверия. Мир приходит из встроенности в настоящее. Где бы вы ни находились, вы чувствуете, что вы дома. Потому что вы дома. Что такое самость? Что есть самость? Есть одна самость, которая является иллюзией. Это отождестрение с умом эго, которое представляет собой ненаблюдаемый ум. И эта самость, которая возникает там, это ужасное бремя для жизни. Вы носите и большинство людей на протяжении всей жизни, они несут бремя определенного умом чувства того, кто они есть, меня. Что касается меня. Это маленькая самость, иллюзорная самость. И это та самость, на которую ссылается большинство людей, говоря «я». Но «я» потенциально имеет более глубокое значение. И в языке, вероятно, есть более глубокое слово, которое мы можем использовать. В истинном смысле «я» ссылается на то, кто есть по ту сторону форм, по сторону мыслей и эмоций. Вы как сознание есть самость. Самость не имеющая формы. Вы не можете ухватить это, вы не можете видеть это, вы не можете даже обозначить это, вы никогда не сможете сказать «а, вот она», потому что кто говорит это? Вы это сознание, которое воспринимает, что вы есть это. Вы никогда не сможете увидеть это как объект, как внешнее по отношению к вам. Это суть. Вы не то, что видимо. Вы это видение. Вы сознание по ту сторону того, что увидите. Вы не то, что вы слышите. Вы сознание по ту сторону того, что вы слышите. Это то, о чем говорил Иисус, когда Он использовал слова «Царствие небесное» или «Царство Божие». Он говорил в одном из Евангелий «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «Вот оно здесь» или «Вот там». Это свободный перевод гораздо меньше того, что Он говорил. И, конечно, то, что делают христиане, они ждут, когда же придет Царствие Небесное. Когда им было сказано «Его невозможно будет увидеть». Вы не можете сказать «А, вот оно». Оно не придет приметным образом. И это дословно то, что Он сказал. И я уверен, что множество слов люди вложили в его уста позже. Но это одна из тех вещей, эти слова, которые пришли от кого-то, кто знал подлинную сущность, реальность. Оно не придет приметным образом. Вы никогда не сможете увидеть это, или осмыслить, или знать это как объект для вашего знания. Потому что вы по своей сути и есть это. Сознание, которое воспринимает. Сознание по ту сторону ваших мыслей, по ту сторону ваших эмоций, по ту сторону вашего восприятия, по ту сторону ваших опытов. Самый свет мира. Другие его слова. Иисус говорил не только «Я свет мира». Он также говорил «Вы свет мира». Таким образом, Он указывал на то, что есть свет, свет мира, который освещает весь мир. Вы и есть Он. И это и есть самость. У нее нет формы. Поэтому кажется, что буддизм, буддисты, расходятся во мнениях. Но только те, кто не осознали подлинную сущность, реальность за их учениями. Тем буддисты и индуисты, кто на самом деле не осознали реальность, стоящую за их учениями, они расходятся во мнениях. И у них есть аргументы, существует ли самость или нет, я и не я, атман и анатман, аната. Индуисты говорят «Верь в атман, что есть существование и самости, фундаментальная, лежащая в основе реальность». И буддисты говорят «Нет, анатман, не самость». И затем, когда вы не увидели, что индуисты буддист дискутируют, неважно, кто из них прав, вы знаете, что они не испытали, они не знают подлинную сущность, за их учениями. Потому что реальность за их учениями одна и та же. Просто различные перспективы на одно и то же. Буддисты любят отрицать. Они не хотят как-то называть это. Вы говорите «самость» и опасность в том, что делаете из этого ментальный объект и начинайте в него верить. Буддисты этого не любят, поэтому они говорят «нет самости», что таким образом тоже верно. «нет ничего, о чем бы вы могли сказать «вот оно здесь». Это почти что пустое пространство, вы могли бы сказать. Но оно также потенциально полно, обильно. Оно наполнено и пустое одновременно. Все равно». Вот почему Далай-Лама, я видел, когда он говорил с индуистами, сказал «Вы верите в Атман, мы верим в Анату». «Какое это имеет значение? До тех пор, пока вы любите, никакой разницы». И это хороший ответ. «Будьте счастливы». Десять полезных выводов изучения Картетоли. Не ищите счастья. Если вы его ищите, то не найдете. Само искание является противоположностью счастья. Счастье неуловимо, ускользающее, но свобода от несчастья возможна, если повернуться лицом к тому, что есть, а не продолжать истории. Основной причиной несчастья является не сама ситуация, но ваши мысли по ее поводу. Осознайте свои мысли. Отделите их от ситуации, которая сама по себе нейтральна. События всегда то, что есть. Вот факт, а вот мысли по его поводу. Вместо истории оставайтесь фактом. Например, я разорен этой историей. Она ограничивает вас и мешает эффективным действиям. У меня на счете в банке осталось 50 рублей. Вот факт. Быть лицом к фактам дает силы правильно действовать. Умеете ли вы замечать голос в голове? Возможно, именно сейчас он жалуется на что-нибудь. Распознайте в нем голос эго, который не более, чем мысли. Когда вы не обнаружили этот голос, осознайте, что вы не есть этот голос. Вы тот, кто осознает его. На заднем плане осознавание, на переднем голос, мыслитель. вы есть сознание, которое осознает этот голос. Таким образом, вы освобождаетесь от эго, освобождаетесь от невидимого ума. Куда не посмотришь, везде косвенные доказательства в пользу реальности времени. Вот гниющее яблоко, вот ваше лицо в зеркале ванной комнаты в сравнении с фото 30-летней давности. Но вы не имеете прямых доказательств существования времени. Вы всегда переживаете только настоящий момент. Почему возникает негативность, беспокойство, стресс? Потому что вы отворачиваетесь от настоящего. Почему вы это делаете? Вы думаете, что следующее более важно? Одно неверное понимание создает целый мир страданий. Люди связывают свое счастье с внешними событиями. Они не осознают, что внешние события – это самое нестабильное в бытии, постоянные перемены. Люди воспринимают настоящее как то, что случилось, но что не должно было случиться, или как то, что не произошло, но что должно было произойти. Таким образом, они упускают более глубокое совершенство, присущее самой жизни. Совершенство, которое лежит за пределами того, что произошло или не произошло. Примите настоящий момент и найдите совершенство, незатрагиваемое временем. Чем больше у вас общего прошлого во взаимоотношениях с другими людьми, тем более присутствующими вам следует быть. В противном случае вы будете вынуждены переживать прошлое снова и снова. Приравнивая свое я к физическому телу, которому предстоит старение, увядание и умирание, это обрекать себя на страдания. Разидентификация с телом не означает, что вы больше не будете о нем заботиться. Если оно сильно, красиво, наполнено жизнью, вы будете ценить эти его проявления, пока не медлятся. Вы можете улучшить состояние своего организма с помощью питания и упражнений. Если вы не принимаете тело за то, кто вы есть, ваше чувство собственного достоинства не пострадает, когда красота увянет, энергичность уменьшится и тело станет недееспособным. Когда тело слабеет, свет сознание получает возможность светить более легко. Нельзя быть хорошим, пытаясь стать хорошим, но только если вы обнаружите благодать, которая всегда внутри вас, и позволите ей проявляться. Если мир в душе действительно то, что вы хотите, то выбирайте его. Способ восстановления эмоционального равновесия. Предположим, произошло событие, которое лишило вас эмоционального равновесия. Неважно, негативное оно или позитивное. И в том и в другом случае наплыв мыслей мешает адекватно действовать дальше. задайте себе два вопроса. Что это добавляет к тому, кто ты уже есть в своей глубине? Что это отнимает от того, кто ты уже есть в своей глубине? Полная аналогия с волнами на поверхности океана. Волны это событие. Безмолвное пространство восприятия то, кто есть в своей глубине. Через несколько минут такого созерцания наступает нейтральное, но при этом уважительное отношение к форме, которую принял настоящий момент. Событие внешне не изменилось, но теперь вы интуитивно чувствуете, как действовать наиболее конструктивно. Примечание. Типичная причина неудачи ум задает вопросы и сам же отвечает. Порочный круг не разорван. перенастройка не произойдет. Да, вопросы задает ум, но слушайте, что отвечают чувства. Через какое время наступает эмоциональное равновесие? Обычно через 5-10 минут. В случае серьезных потрясений, после нескольких дней терпеливых попыток. все зависит от конкретной ситуации и от вашей индивидуальности. В любом случае не торопите естественный ход событий. Позвольте прийти ответу на первый вопрос, затем на второй, снова на первый, на второй и так далее. возникающее нетерпение знак того, что восприятие своей подлинной природы недостаточно глубокое. Волны с поверхности океана по-прежнему задевают вас. Продолжайте периодически задавать себе эти два вопроса и спокойно наблюдайте, что происходит на вашей глубине. Как начать медитировать? Выберите время, когда вы одни и вас ничто не сможет побеспокоить. Пять-десять минут вполне достаточно для тех, кто только начинает практиковаться в медитации. В дальнейшем вы сможете отводить на нее до 20-30 минут. Сядьте на край стула. Уловите чувство сбалансированности и пробужденности в позе. Руки положите на бедра или колени. закройте глаза. Теперь направьте свое внимание на дыхание. Сделайте глубокий вдох, затем сбросьте его, освободив дыхание от контроля. Расслабьте плечи, скулы, живот. Отпустите заботы. Позвольте себе потратить эти несколько минут на себя. Оставаясь пробужденно восприимчивыми, удерживайте внимание на дыхании. Наблюдайте за естественными вдохами и выдохами. станьте свидетелем, как каждый вдох, проникая в тело, наполняет его энергией. Наблюдайте за выдохом, как он покидает ваше тело и растворяется в пространстве. Теперь снова внимание на вдох, затем на выдох. Вдох воздух входит, наполняет энергией тело. Выдох воздух выходит, растворяется в пространстве. Примерно через минуту ваш ум заполнит разные мысли. Возможно вы осознаете дискомфорт в какой-нибудь части тела или беспокойство, тревогу. Либо скуку. Вы начнете рассказывать себе истории, основанные на ваших мыслях, чувствах, ощущениях. Поздравляю! Вы медитируете. Цель медитации осознать осознать свои мысли без всяких суждений по их поводу, без борьбы с ними. Ваша цель не избавиться от них, но быть свидетелем, как мысли приходят и уходят, подобно облака в небе. Так вы начнете меньше идентифицироваться с мыслями, с голосом в голове, и все больше принимать в качестве себя безмолвие и пробужденное присутствие, которое и является вашей сущностью. У меня вопрос по поводу усилий, старания. У меня в жизни было несколько переживаний, опытов, когда я была истинно пробуждена, и у меня не получается увидеть, как усилия, влияют ли какие-нибудь мои попытки что-то делать на то, чтобы быть пробужденной. Я довольно много пытаюсь пробудиться, на самом деле быть здесь. Иногда это действительно работает на короткое время, а потом все возвращается на круги своя. Но я пытаюсь найти настоящее пробуждение, и мне интересно, имеет ли оно что-нибудь общее с усилием? Усилием. Усилием в противоположность благодати и милости. А, да, хорошо. Если вы подходите к этому, говоря «я пытаюсь пробудиться», то таким образом вы уже создаете проблему. Потому что вы пытаетесь. Пытаетесь заполучить что-то, что называется пробужденным состоянием. Прилагая усилия, вы таким образом в то же время создаете проблему. Возможно, самый быстрый путь к тому, что называют пробужденным состоянием, это жить в принятии настоящего момента, как он есть. И вы не можете пытаться делать это. Вы или принимаете, или нет. И принятие это на самом деле не усилие, не попытка. Усилие это не принятие. Усилие привычно и нормально. И поэтому не осознается как усилие. Усилие это практически то, в чем люди живут непрерывно, тем или иным образом. И когда не приходят к духовной практике, эта привычка остается с ним. Но нет никакого усилия в принятии настоящего момента таким, какой он есть. Но если вы в сопротивлении настоящему моменту, то это напряжение, усилие. Но сопротивление настолько привычно, что оно воспринимается как норма, как будто и нет напряжения. Поэтому люди не осознают, что не нужно никакого усилия. И простой путь выглядит сложным. Это то, что делает эго. То, что сложно выглядит нормальным и почти что легким, а на самом деле простое и легкое выглядит сложным. Итак, способен ли я принять этот момент таким, какой он есть? Вы можете спросить себя, я готов, готов принять это, этот момент? Да, никаких усилий. Этим вы открываете дверь для милости, благодати. это ваше содействие. Все, что вам нужно сделать, это открыть дверь. И затем приходит благодать, милость, когда это происходит. Это все. Чтобы открыть дверь, никакого усилия на самом деле не нужно. Я готов сказать «Да» настоящему моменту, как он есть. Затем благодать, что есть приток того, что приходит, приходящего из глубочайшего места в человеке, но неотделимого от того, кто вы есть, входит через эту открытую дверь. если вы живете в сопротивлении тому, что есть, благодать на самом деле не может войти. Она хотела бы, не может. Таким образом, ваш вклад очень прост и не требует на самом деле никаких усилий. В курсе чудес это выражено как небольшая готовность. Только небольшая готовность. готов ли я сказать «да» настоящему? Это конец усилий. И конечно вы можете подходить к этому с различных перспектив или разных углов. Можете сказать «способен ли я быть в покое, тишине, безмолвии сейчас?» Могу ли я стать спокойным, прилагаю усилия, пытаясь стать спокойным? Не думаю. возможно вы можете создать искусственное состояние спокойствия, сжимая свое тело и переставая дышать, надеясь, что в то же время ваш разум также остановится. И вы можете иметь небольшой успех на несколько секунд. И затем разум будет даже еще более активным, нежели до этого. Не могу это сделать, видите, это не работает. Так что, чтобы снова стать спокойным, если вы подходите к этому, как к чему-то, что вам нужно сделать или вызвать, это создает усилие, и это не работает. Чтобы стать спокойным, вам надо просто идти вместе с вашим вниманием в тишину, спокойствие, которое уже есть здесь под мышлением. вы уже безмолвны и спокойны. Вы можете не знать об этом, но вы уже спокойны. Просторность уже здесь, расположенная ниже ментального шума. Поэтому вы направляете немного вашего внимания сюда. В этом нет на самом деле никакого усилия. Вы уже спокойны под мышлением. Никакого усилия. Когда в это не появилось посредством ваших усилий, это неправильный подход. Усилия не приводят вас сюда. Но иногда, когда вы получаете доступ к этому спокойствию, присутствию, безмолвию, тишине, в этом есть интенсивность. Это не напряжение, не усилие, но это может быть неправильно интерпретировано, как если бы это было напряжением. Интенсивность присутствия, как сейчас. И это не усилие. Потому что усилие значит, что вы все еще здесь, не полностью. Вы здесь. здесь. Таким образом, чтобы сохранять покой, есть интенсивность. Иногда она поднимается, но это не усилие, не напряжение. Это просто интенсивность сознания. Вы включаете свет. Никакого усилия. так что вы оставляете все усилия и принимаете легкий безусильный путь. Откройте дверь. Самое легкое это, пожалуй, да настоящему. И тогда вот она дверь, и благодать входит. Спасибо вам. Верите ли вы в молитвы? У меня есть вопрос, который крутится в моей голове уже несколько лет. Он возник как конфликт, когда я была маленькой девочкой, и я прошла полностью весь круг, от полного отрицания Бога до веры в Него. И знаете, сейчас я думаю, с логической точки зрения, то, чему вы учите и чем делитесь, и то, чему учит Байрон Кэти, и чем она делится. Я знаю, что здесь уже присутствует связанность, и осознанность, и тишина, покой. Но иногда у меня появляется мысль, зачем я молюсь? Потому что если Бог всезнающий, и Он везде, и всех любит, и так далее, то я не думаю, что Он, Она, Оно нуждается в том, чтобы я говорила «Пссссссс, ты знаешь, моя подруга умирает от рака, не мог бы ты помочь ей». Я думаю, в этом нет необходимости. Но вы знаете, мне нравится молиться, поэтому мне бы хотелось услышать правильно ли это мысль или нет, за что будет уместно молиться, верите ли вы в молитвы. Я знаю, что были проведены исследования, и они подтвердили реальные различия. Так что да, было бы очень замечательно послушать вас на эту тему. Спасибо. Возможно, вы можете модернизировать ваши молитвы от просительных молитв. Пожалуйста, сделай так, чтобы это случилось. Это просительные молитвы. Да просто маленьких ментальных указателей на то, что есть мир, например. Маленькие ментальные указатели, которые используют, все еще концепции. Потому что каждая молитва в некотором роде состоит из слов и другими словами концепции. Использовать концепцию, чтобы указать, чтобы помочь вам пройти за пределы концепции. Вы можете говорить, например, аффирмации. Об одной мы говорили ранее, то, что Иисус сказал «Я есть свет мира». Это аффирмация. Это концепция. Она указывает на более глубокую реальность, которая глубже, гораздо глубже слов. Вы можете сказать «Пожалуйста, дай мне знать», если ты все еще хочешь каких-нибудь просьб. «Пожалуйста, дай мне знать, что Я есть свет мира». Дуальность подразумевает обычно, в обычной молитве она подразумевается, что там есть Бог, и здесь есть Я, просящий Бог. В конечном счете, эта дуальность на самом деле иллюзия. Потому что вы есть выражение Бога. Вы, Бог, сливаетесь. Самые глубокие молитвы тогда, это не молитвы как таковые. Они происходят, когда вы принимаете скорее отношение слушающего, нежели говорящего слова. Так что если молитвы постепенно становятся от говорящих, пока вы наслаждаетесь ими все в порядке, но постепенно уходите от прошений кого-то сделать что-то для вас, потому что это поддерживает вас застрявшими в дуальности. Но если вы можете осознать, что аффирмации, если они делаются правильно, могут быть очень красивыми заменами молитвами. Я исцелен и целен и в мире. И после этого позвольте там быть пространством. И на самом деле сила в этом пространстве. В пространстве вы переживаете, что вы уже цельны. Внешняя форма может говорить вам нечто иное. «Я свят». В «Курсе чудес», например, говорится «Я свят». И опять вы уже есть такой. И таким образом это просто аффирмация о том, как оно есть. Или если вы исцеляете кого-то другого, вы с этим человеком, или этот человек приходит вам на ум. Вы думаете об этом человеке, и этот человек может быть болен. И тогда я обнаружил, что самое мощное цередительство – это держать изображение этого человека и затем идти глубже внутрь себя, где лежит цельность всей жизни, где ни в чем нет нужды, где ничего не надо добавлять. Там вы находите также и цельность этого человека. Они уже исцелены на этом глубочайшем уровне. По ту сторону форм они уже исцелены. Таким образом вы идете от форм в бесформенное. Это цельительство, которое практиковал Джолин Голдсмит. У него есть прекрасная небольшая книга под названием «Искусство духовного исцеления». И оно на самом деле не зависит от условий, состояний, которые необходимо исцелить. Оно о том, чтобы сфокусироваться на сущностной, основной реальности этого человеческого существа, которое едино с вашей сущностной, основной реальностью, и пройти в глубокую тишину, покой, безмолвие, где ни в чем нет нужды. Так что ему часто звонили, иногда среди ночи. Кого-то отчаянно нужно исцелить. Ему говорили имя этого человека, то, от чего он или она страдает, и что он за тем делал. Он немедленно квал трубку и погружался в абсолютное безмыслие. Он услышал имя человека, он услышал, что не так с человеком. И он немедленно отпускал это. И немедленно, просто на две-три минуты, погружался в никаких мыслей, просто абсолютное присутствие. И это абсолютное совершенство в этой сфере бесформенного. И это суть того человека, который нуждается в исцелении. Таким образом, он брал форму в бесформенное, где формы больше нет. Нет состояния, которое нуждается в лечении. Ничего не требуется. Просто идите в это. И это был его способ целительства. Он был довольно мощным целителем. Это предельная форма целительства. И это на самом деле не дуальное подобие молитвы. Это идет за пределы молитв, когда вы говорите «пожалуйста, Боже, помоги». Вы идете прямо в самый источник, неотделимый от того, кто вы есть, и неотделимый от того, кто есть этот человек. И таким образом, это слушание, чувствование. Если молитва, как я говорил, может постепенно стать слушанием, слушанием Бога скорее, чем разговором с Богом. Что значит слушание? Слушание значит, что есть поле обнаженного чистого внимания. И слушание не значит, что вы ждете ответа в каком-либо виде. Тогда вы на самом деле не слушаете. В слушании вы ничего не ждете. Есть просто поле просто чистого внимания. И это гораздо более глубокая молитва, чем любые слова. Это мироощущение. Это истинная молитва. Где можно сказать, молитва становится также медитацией. Даже неожидание ответа. Достаточно быть в тишине. Иногда ответ приходит. Иногда все разрешается. Иногда. Внезапно. Слушание. Любая проблема в этом мире, любое нарушение, они случаются все время. Люди вокруг вас. Может быть, даже беспокойство в вашем разуме. Идите просто в чистое, осознанное, обнаженное присутствие слушания. Потому что присутствие и слушание очень… Просто слушание – это некий способ рассказать о присутствии. Вы можете сказать, что когда вы присутствуете, это как будто если бы вы были в состоянии слушания. Слушание обычно ассоциируется с чувственным слуховым восприятием. Но это слушание идет по ту сторону чувственного слухового восприятия. Это состояние сознания, которое лежит в основе чувственного слухового восприятия. Все знают, на что это похоже. Потому что на самом деле, когда вы слушаете какой-либо слабый звук, что это за состояние сознания, которое лежит в основе этого слушания тихого звука? Это состояние абсолютной расслабленной бдительности, внимательности. Поэтому, когда мы говорим «слушание», слушание – это полезная штука, потому что все знают, что значит слушание. Но я сейчас просто указываю на то, что это не внешнее чувственное восприятие лежит в основе слушания. Сущность слушания – это лежащее в основе состояние бдительной, абсолютной восприимчивости и бдительного присутствия здесь. Это то, на что, я полагаю, у Иисуса была параллель – слуга и бодрствование. Потому что неизвестно, когда хозяин вернется домой. Поэтому слуге нужно быть бодрствующим, чтобы узнать, когда хозяин придет домой. В противном случае вы бы заснули. Я думаю, что то, о чем он на самом деле говорит, так как многие вещи были записаны в искаженном виде, потому что их передавали устно, снова и снова, пока, наконец, не записали. И во время этого процесса что-то перепуталось, что-то потерялось. Я думаю, что он говорил об этом мероощущении. Абсолютного. Он говорил о состоянии осознанности. Этот слуга, ожидающий, чтобы просто услышать, мастер пришел домой. Ожидание в смысле, противоположном тому, что мы обычно подразумеваем под этим словом, разуму говорящему, когда это произойдет, почему этого еще не случилось. Он использует ожидание в абсолютно ином смысле. Множество раз Иисус явно говорил о состоянии бодрствования. Это важная часть, очень важная часть его учения. Оставайся пробужденным, не засыпай. Оставайся присутствующим. Любые слова, которые вы используете в качестве молитвы, используйте их в этом качестве. Вы можете сказать «Я слушаю». Я довольно часто практикую абсолютно то, чем вы пытаетесь с нами поделиться, посредством замечания того, что я дышу. И довольно часто, по крайней мере, последнее время, я «вдох – это любовь, и выдох – это радость». Раньше это было утомительно, или другими словами, как тяжелый труд землекопа. Титнатхан в некотором смысле немного приоткрыл мне глаза. «Это интересно. Вы оба говорите о том, чтобы замечать свое дыхание. Думаю, это то, что я слышал, а вы говорили». В основном он сказал «Если вы не наслаждаетесь этим, вы делаете что-то не так». И это действительно мне помогло, потому что я пытаюсь делать это все время. Если я беседую с кем-то, если я покупаю что-то себе, если я готовлю блюдо. И долгое время это ощущалось как работа. Я сказала «Ох, я просто хочу быть нормальной. Я не хочу все время это делать. Но теперь я стал ближе, я полагаю, достигнув покоя. И это ощущается очень приятным. Чтобы соединиться с этим, эта пара была очень полезной». Да, да. И как вы сказали, радость – это очень важный индикатор, что вы там. Это не как работа, которую мне приходится делать, чтобы быть пробужденной. Да, хорошо, спасибо вам большое. И радость, конечно, в остальной вашей жизни тоже. Позвольте ей быть здесь, в вашей повседневной активности. Я разговаривал с кем-то о регистрации машины вчера. Он работал в автомобильной ассоциации. Я встречал его раньше, и у него была такая живость, когда он имел дело с людьми. Что вам нужно? Позвольте мне помочь вам. И я сказал ему, «О, вы такой чудесный! Вы излучаете так много позитивной энергии!» И он сказал, «О, я просто веселюсь! Я получаю удовольствие!» Так что есть люди, которые в повседневной жизни живут таким образом. И, конечно же, каждый, кто с ними контактирует, получают частичку этого. И получают удовольствие. И получают удовольствие. Хорошее послание. Спасибо вам. Спасибо. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok